Добрый день дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим о безопасности и достаточно новом продукте от компании Касперский Касперский Лапката Сегодня у нас в гостях достаточно интересные люди Это Денис Легоза, ударение на последнюю букву, старший вирусный аналитик Черницкий Дмитрий, руководитель проектного офиса компании Касперский И давно известный и многими любимый специалист по информационной безопасности Александр Синистр И начнет наш сегодняшний рассказ Денис Легоза с рассказа о проблематике текущей безопасности И как компания Касперский дошла до данного продукта, истории его появления Ну и дальше мы обсудим всю нашу интересную сегодняшнюю тему подкаста Денис, тебе слово! Доброе раннее утро! А фамилия, кстати, ты с ударением попал, с буковкой не попал, Легизон Ну давайте ближе к целевым атакам и вообще как возникла идея, что действительно как-то проблема возникла И что нужен какой-то продукт по этому поводу в итоге возникнуть Где-то, наверное, года до 2008 лаборатория себе анализировала Малвару успешно А потом со временем пришло понимание, что, наверное, все-таки определенный ее класс стоит выделить Чтобы немножко отдельно люди ее разбирали и, возможно, как потом оказалось, чтобы немножко отдельные продукты с ней даже и боролись О каких их угрозах идет речь, это, я говорю, по целенаправленной атаке То есть, как оказалось, что все больше в разных странах возникает команд достаточно квалифицированных Если мы сравним с массами маларщиками, то даже просто очень квалифицированных команд Которые знают, что они хотят добыть, какого рода информацию, примерно где они хотят ее добыть И начинают долбить, собственно, свои цели усердно, долго, с прицелом, засесть туда на много лет И все те данные, которые им нужны оттуда получать Чем, собственно, отличается этот массовый малар, что они не отстанут Если их интересует конкретный, условно говоря, дипломат Они за ним будут приходить и приходить, пока не найдут какой-то способ в инфраструктуру его организации таки попасть Вот, из-за их... Это то, что назвали АПТ, Advanced Persistent Read В этом мне нравится слово Persistent, в этом троебукве Потому что они действительно настойчиво, они могут подбирать ключи долго Первое слово мне нравится меньше, Advanced на самом деле Потому что, по моим наблюдениям, они ровно настолько Advanced, насколько Advanced их жертва Если от них каких-то феноменальных усилий выполнение задачи не требуют Ну и не будет там каких-то вредоносов космических, им разрабатывать не придется Они обойдутся чем-то более простым А если жертва защищена хорошо, то, значит, они будут прилагать все больше усилий И писать что-то из ряда вон выходящих уже на типовую малвару похоже Как вообще лучше в нашей беседе, просто вы лучше слушатели представляете Вот все эти слова, малвара, вредонос Нормально? Или как-то что-то мы сначала о терминологии немножко поговорим Ну, если... В идеале, конечно, если ты немножечко обозначишь что-то Подразумеваешь под одним, под вторым Легко, легко В принципе, я думаю, там... В принципе, все понятно, ведь мы же сисадмины и так далее Все понятно, вредонос, то есть это некий... Некое ПО, которое никто не просил на этой машине появляться Которое там в результате неосторожных действий пользователя Или осторожных действий атакующего там зародилось Выполняет свою задачу, которую пользователь не знает И которую он бы не хотел, чтобы она там выполняла Вот это я имею в виду под вредоносами То есть что-то там будет либо шпионское ПО Либо какой-нибудь криптомайнер Ну, криптолокер любой пользователь сразу заметит Потому что с него попросят денег Вот это я имею в виду под вредоносами То есть в данном случае, когда я говорил по целевой атаке Я больше имел в виду уж шпионских функционалов А именно скриншоты поснимать Подправлять Нажатие клавиш, позаписывать Так называемые кейлогеры Какие-то файлы с пошифрованными паролями Подправлять на контрольные серверы атакующих Вот об этом сейчас идет речь Вот И, соответственно, сначала появилось Со стороны сервисов Немножко выделились люди, которые Занимались не только массой малары Не столько массовыми вредоносами Нас занимались этими целевыми вещами А потом со временем пришло понимание Что, в общем-то, раз атакующие так настойчиво Подбирают ключи Долго И могут сначала метасплойтом попробовать Так не нащупали Что-то уже свое кастомное разработать То, вероятно, нужен и отдельный продукт По которому у нас сегодняшний гостей Дима Специалист Про фулкс и он, наверное, уже Диме оставил Почему он Именно этот продукт Подходит для того, чтобы Анализировать трафик И происходящее на адпоинтах Происходящее уже на серверах И на ПКшках Смотреть на эту активность А нет ли там признаков Какой-то целенаправленной атаки Ну вот То есть Проблематика, она на самом деле для нас Когда мы в этом варимся каждый день И когда ты, словно говоря, часов по 8 Все это анализируешь И тебе кажется, что это повсюду Ну то как бы у меня уже вопросов Не возникает о том, что Такая проблема есть И защита от этого нужна Я прекрасно понимаю, что у тех, кто Занят другими вещами Их, наверное, совсем не очевидно Что действительно в мире существует Ну, по крайней мере, в последнее время И в масс-медиа тоже по этому поводу Очень много шумят Вот, а для нас это, в общем-то Какая-то ежедневная рутина Постоянно кто-то за кем-то Пытается шпионить Причем иногда вполне себе На государственном уровне Перед какими-то большими встречами Вот так, если вижу проблему Давайте можно даже кинуть Наводящие вопросы В какую сторону Да, Дим, на самом деле Ты сказал очень интересную фразу Мы каждый день анализируем Эти проблемы А если это разрешено Твоим соглашением И не разглашением Можешь рассказать Вот как, например, проходит Твой самый обычный день Потому что для меня Например, не особо там Понятно Как все это происходит Какие инструменты используются То есть, ну, в целом Я там, в общем, понимаю Но очень было интересно Было бы заглянуть Как фокуснику за кулисы Как все это происходит Здесь каких-то индейных Тайн нету По поводу инструментов И по поводу того Как проходит день Поэтому нормально Могу бы это рассказать Оно достаточно всеобщее Индустриальное Первый этап Я выделил Это анализ Тех больших данных Которые у нас есть Наверное, для вас Может даже удивительно Дода Все вот это Вот реверс инжиниринга И копания в коде Это действительно Нормальная такая Бигдата Потому что у нас Каждый день Сейчас порядка Трехсот десяти тысяч Приходят Свеженьких Самплов Вредоносных И понятно Что ручками Уже это все Никакая мощь аналитиков Никакая компания Не разбирает Тут уже есть Определенная помощь роботов Которые самостоятельно Относят Какие-то самплы В зону good Какие-то самплы В зону bad То есть подозрительные Неподозрительные Чистые То есть если там честно Подписано Сертификатом компании Microsoft То с большой вероятностью Все-таки Это неукраден Сертификат компании Microsoft Это действительно Чистый файл И можно его С таким сертификатом Если он не скомпрометирован Положить В чистые Попробовать Вот То есть при помощи роботов Сначала Фильтруется Отходящий поток Но В том числе Мы конечно И смотрим В него ручками И сначала Ручками всего этого потока Стоит понять Что вот Это что-то Что касается Солевой атаки Как правило Это будет что-то Достаточно редкое Оно не будет На тысячах машин И Винусон вредоносный Это должны быть Признаки вредоносности Можем о ней Потом поговорить Какая-то редкость Должна быть Относительная И Все-таки Действительно От буковки А Адвенс Что-то должно быть Внутри этого вредоноса Ну если ты видишь Что-то такое Дико банальное Ну что возможно Это Немного Не к каптам Относится Не к целевым атакам Хотя тоже Не факт Некоторые из них Вполне себе написаны Вполне бы Можно немножко прервать Да легко Вот вы говорите Тараман Вы говорите Что вы смотрите На какие-то Вот эти данные Большие А сейчас Это я Насколько понимаю С вашего Облачного Сервиса Я так понимаю К вам приходят Эти самые данные Есть наши собственные данные Правильно Это КСН Это общее хранилище Всей информации Которая у нас есть Здесь мы В том числе Сохраняем Данный Хорош Этот сампл Нехорош Этот сампл Хорош Этот домен Нехорош Чтобы потом уже Продукты Установленные У заказчиков Могли Защищать сервера И ПКшки Да Безусловно И свое Называть это облаком И свое облако И также Внешние источники данные В общем индустриально Разумеется тоже и VirusTotal Используем Может кто не сталкивался Зайти на VirusTotal.com Это сейчас Он принадлежит к гуглу Здесь ничего не поменялось Да нет не поменялось Я думаю Когда-то был Отдельный проект И Это тоже является Для Аналитиков На вроде нас Источником данных В общем смысл в том Что Наше собственное облако Это основной Источник И плюс Еще есть полезные Сторонние источники Что-то еще По этапу Бигдаты Что-то еще Спросите? Ну да Вот ты сказал Очень интересную фразу Признаки Взражения Или признаки Вредоносности Да вредоносности Можешь про это рассказать? Да могу Ну то есть Если ты захочешь Исполняемый файл И видишь Что он тебя Инжектит Какой-то Встраивает Код В системный процесс Ну что Очень вряд ли Если тебе Не попался Какой-то Антивирус Или фаервол Ну очень вряд ли Это что-то Легитимное На вроде САПа Или микрософт офиса Да То есть Есть какие-то действия Которые Влсас Например Инжект Исполняемого кода Влсас Ну не просил Легитимное У тебя будет Какая-нибудь Инсталляшка Да Там Гимна сетаповская Еще какая-то Которая может Создать службу Но это будет Происходить Несколько иначе И уж точно Она не будет Никакой свой код Добавлять в системный процесс Что отвечает за Авторизацию пользователей В системе Вот эти признаки Ну ты просто Уже их как-то Запоминаешь Фильтруешь И видишь Что ну вот Это точно зло Шифрование Опять же Если он начинает Что-то из своего тела Расшифровывать А потом Куда-то добавлять Или в виде файла Сохранять на диске Ну блин Тоже в общем Подозрения у тебя Очень большие Что вряд ли Это какой-то Законный продукт Это видно То есть просто Немного Разбора вредоносов И видно Что это Какое-то зло происходит И что на это Стоит обратить внимание И понять А что эта программа Делает дальше А можешь Пописать Вот примерно Вот тебе приходит Какой-то новый сэмпл И немножечко Рассказать Про порядок действий Как ты все это делаешь Мне просто очень интересно Реально Как вот это у вас Происходит При Понятно что Достаточно большая массовость Там понятно Скорее всего Используется Достаточно много Машинного обучения И прочего Но все равно Интересно Узнать Как люди сидят По 8 часов Как ты сказал Занимаются вредоносами Вот можешь рассказать Именно процесс От того момента Как Пришел какой-то Экземпляр До того момента Как вы определили его Как вредонос Или не вредонос Да могу Конечно Ты уже сейчас Переходишь ко второму этапу Который относится Не к большим данным А к анализу Уже Конкретного файла Давай может Немножко закончим С большими Чтобы так вот Идти по временной оси Да как все происходит Или Я на самом деле Наверное про эту Бигдату еще Немного закончу И на твой вопрос Обязательно отвечу Хорошо? Да без проблем То есть я его запомнил И еще Понятно что В поиске Вот в этом потоке Здесь тоже Как я уже сказал Одними ручками Не обойдешься Еще такой полезный Инструмент Он тоже Общеиндустриальный Используемый В том числе и нами Называется он Яра Вполне себе Любой может скачать Там все Достаточно тривиально Вы там видите Ровно один Экзешник Который просто По тем правилам Которые Аналитик В принципе любой Желающий Этой самой Яре написал Проверяет Набор файлов Соответствует Не соответствует Правилам Какого рода Там правила Такой-то экспорт В DLL Такой-то набор Байт То есть Ну будем честны Это те самые Сигнатуры С которых начиналась Антивирусная индустрия От которых сейчас Очень многие От слов сигнатур Воротят нос Что на самом деле Не до конца Правильно Вопрос Что понимать Под сигнатурами Но вот Яра Это такие кондовые сигнатуры Какие строчки есть Внутри Этого файла Что как я уже сказал Там экспортируют Какие последовательности Байт И так далее Вот И соответственно Все вот это знание Про кучу сапплов Ты можешь от себя Отчуждить В виде каких-то Яра правил Например в каждом Нашем отчете Заказчики такие правила Находят По ним можно Прогнать Просто просить Этот движок Проверить Какую-то Конкретную машину Есть или нет Там И кстати память Тоже можно проверять Не только файлы на диске Есть или нет Вот эти вот признаки Которые В простом Яра правый Правили Аналитик перечислил Тоже прям вот инструмент Которым сейчас Все пользуются С одной стороны Могут ругаться Фу сигнатуры Пошлый век С другой стороны Все в общем Яростные С удовольствием Пользуются Ярой Это тоже помогает Когда у тебя Про старые атаки Что-то в этом виде Информация сохранена То какие-то новые Ты можешь пытаться Если правила составлены Хорошо Не оба как ни там Никакая пара строчек Которые давно уже Маларщики поменяли То можно Как раз Понять К чему Из уже Предыдущего Тебе известного С чем это схоже Вот И потом еще Попозже расскажу И еще тоже Есть в разделе Как буду По атрибуции Рассказывать Немножко Еще тоже Какие есть Методы Понять Как это связано С уже Известными Редоносами Что-то новое Что к тебе попало Вот Наверное пока До дополнительных вопросов Все по большей данной Давайте теперь отвечу По поводу Анализа Конкретного Сампла Как мы их называем Самплы Мы называем файлы Которые попали На анализ Давайте на этот термин Не остановлюсь Вроде сампл Понятно От английского Сэмпл И дальше В него Собственно Аналитик Смотрит Дезасемплером И Попытается понять А что же Что же Этот сампл Делает То есть Наш финальный Отчет Который Процелевую атаку Мы Распространяем Среди заказчиков Он рассказывает Откуда Это взялось Как оно Попало Как они распространяют Что оно делало Уже на зараженных Хостах И Собственно Такое Это Тейк-эвэй И Рекомендации Собственно Что с этим делать Как Все это Полечить Удалить И с каким Вердиктом Продукты Все это Детектируют Ну а здесь Уже просто Навыки Дезассемблирования Не знаю Что рассказать Основной продукт Это Ида Про Тоже В общем Вполне Общеиндустриально Все ей пользуются Самый на сегодня Известный Дезассемблер Наверное Есть Радаре Два Еще Ида Про Сильно Платная Радаре Два Бесплатный Продукт Ну плюс Еще Вот Русские Аналитики Очень любят Хью Это Фароподобное Очень удобный Фароподобный Инструмент Для начального Анализа Бинарных Файлов Когда Наши Коллеги Не из России Видят Наши Скэншоты Они Немножко Ужасаются Нам Очень Удобно Вот Это То Что происходит После Того Как Стало Понятно Что Этот Файл Достоин Анализа И Можно В него Заглянуть То есть Просто Смотришь Его Дезассемблируешь Есть Статический Анализ Можно Устроить Динамический Анализ На Какой Виртуалке Которая Потом Да Она Заразится Но Будет Опять Скинуто На Ноль Вначальное Состояние Можно На Ней Посмотреть В Анализа Ну Самое Неприятное Когда Прикручивают Какой Нибудь Протектор Который Создает Свою Виртуальную Машину Этот Бинарь Разрастается До Всполняемый Файл Серьезным Образом Разрастается В него По сути Встроена Виртуалка Которая Своей Системой Команд Все Это Потом Переводит В понятный Уже Интелло Машинный Код И Кусочками Подкидывает Интелло Исполнение Тут кусочек Появится Исполнится Опять Зашифруется Появится Следующий Это Может быть Неприятная Штука Это Конечно Уже Удобнее В динамике Все смотреть Вот так Что еще Измене Страшного Ну Понятно Что Стараются Чтобы Какие-то Строчки Не торчали Характерные Наружу По которым Легко Ловить Ту же Самую Яру Писать Или Детектирующие Правила Любые Тоже Стараются Собфусцировать Ошифровать Из какой-то Берут Конфиги Внутри Вредоносов Шифруют Стандартными Криптоалгоритмами Какая-то Вот такая А у вас Бывали случаи Когда у вас Вирусы Врывались На свободу У вас Ну Хотя бы В лабораторных Условиях На свободу Имеется ввиду Что заразили Инфраструктуру Ну Да Ну Нет Это какой-то Совсем Мне кажется Фейл Все-таки Мне таких Неизвестно Таких случаев Что Прям От действий Аналитика Имеется ввиду Ну Сделали Там Например Виртуальную Лабу В которой Все делается И Например Написан Настолько Хорошо Зловред Который Всю эту Инфраструктуру Тихо Мирно Заразил А Стало Это понятно Например Через Пару Тройку Дней Когда Лаборатория Стала вести себя Совсем Некорректно Знаете Все-таки От действий Аналитиков Наверное Нет Но я тут Расскажу Вот такую Историю Мы сами О ней Это В свое время Публично Рассказали Когда Напали на нас И напали Собственно Успешно Это было Дуку-2 Тоже Можно погуглить Увидеть Подробности Рассказывали То есть Были Случаи Был случай Когда Со стороны Пришли Те самые Очень целевые Очень атакующие Но Прям Случай Чтобы Аналитик Взял И заразил Слушайте Все-таки У нас Продукты Развернуты Мы Наверное Не самая Простая цель Для заражения Я не назвал Никакую Организацию На 100% Защищенной Все-таки Дуку-2 Был Но Так Чтобы Мы Сами Что-то Запустили Анализируя Свою Локалку Наверное Все-таки Нет Ну Отлично Resident Evil Хотя бы Вас не ждет Это радует Может быть Немножечко Не в тему Но Мне стало Интересно А Как Ты Сам Пришел В эту Область Потому Что Я думаю Что После Подкаста Все равно И появятся люди Которым Станет Это Интересно И Они Захотят Уйти В Аналитики Можешь Немножечко Рассказать Как Какой Путь Ты Прошел Что Изучал На Что Стоит Обратить Внимание Может Быть Посоветуешь Какой-то Вуз Людям Чтобы Они Туда Пошли Обучаться Чтобы В дальнейшем Они Пошли Путем Аналитиков ИБ Слушайте А тут Я расскажу Про свой Путь Но он Явно Совсем Не Типовой Начинался Он Довольно Типово С ВМК МГУ По специальности Там Интерес КБ Был Что-то Реверсил Студентам Ничего Феноменального Но Что-то Был Интерес К двоичному Коду И так Далее А Потом Поработав Программистом И После В системных Интеграторах То-есть По сути Назовем Так По-простому Настройщикам Крупного Софта Который Нужно У больших Заказчиков Просто Развернуть И настроить Я На какое-то Время Вообще Ушел В IT Журналистику Почему Довольно Нормально Лет на 7 Оттуда Я уже Возвращался В лабораторию Сначала На Позиции Которые Занимали Технологическое Позиционирование То-есть На более Как раз Пишущие Технологически Пишущие Позиции Но Оттуда Уже Естественным Образом В соответствии Своими Интересами Текущими Жизненными Уже Мигрировал В сторону Аналитики Но Это Вряд ли Такой Сильно Типовой Путь Вообще Так что Давайте Наверное Не из Того Как я Дошел Исходить А из Того Что Мне Кажется Если Вдруг Кто-то Из Слушателей Заинтересовался Вот Этой Нашей Песочницей То Наверное Видится Таким От Анализа Наверное Двоичного Кода Все равно До конца Все это Никуда Не уйдет Несмотря На Эти Вредоносы Написаны Чисто На Пауэршелле Чисто Интерпретируемых Языках То есть Вероятно Какие-то Знания Про Интеловый Двоичный Код Мипсовый Армовый Вам Все равно Понадобятся То есть Можно Ну Если Наверное Сделаем Так Если Кого-то Потом Вопрос Заинтересует Прямо Конкретно Литература У меня Есть Несколько Книжек В уме Можем Потом Просто В комментариях Конкретно Ссылочки На эти Книжки Оставить Там Есть Практика Малвар Анализ Хорошая Книга По Иди Про Есть Хорошая Мы В общем Потом Если Будет Такая Необходимость Интерес Прекламируем С вами Уже Не Аудио А В виде Ссылочек В комментариях Вот Ну Плюс Какой-то Общий Интерес Мне Кажется Тоже И Сисадминские Знания И Пентестерские Очень важны Потому Что То Что Я вижу Сейчас Часто Даже Те Самые Целевые Атакующие Они Часто Очень Типовыми Тузами Пользуются С одной Стороны Зачем Если У тебя Уже Есть Пауэршел И ВМА Если Уже Есть В Во всей Инфраструктуре Зачем Нести Что-то Своё Да А С другой Стороны Это Затрудняет Нам Атрибуцию Уструдняет Нам Понимание А кто А кто Пришёл Если Там Вообще Ровно Ноль Саморазработанных Инструментов То В общем Это Более Менее Кто Угодно Может Быть Поэтому Какие-то Знания По Системно Администрированию Таких Инфраструктур Тоже Вроде бы Полезные А Насчёт Пентеста Ну Тоже Периодически Тот Самый Метасплоид Которым Все Пентестеры Тоже Активно Пользуются Какой-нибудь Там Энкодинг Шиката И Ганай Оттуда Он тоже Постоянно Встречается Так что Наверное Вот Какой-то Такой Объём Знаний Что касается Анализа Больших Данных Ну Здесь Наверное Создание Каких-то Своих Роботов Сишных Питонских Кому На чём Удобнее Чтобы Начально Те данные Которые Есть У публичных Сервисов У сервисов Компании В которой Вы будете Работать С анимацией ИБ Тоже Как-то Автоматически Анализировать Как-то Так Видится Узнание Который Мог Быть Полезен Денис Вопрос Вот Вообще По большому счёту Насколько Я понимаю Работа Аналитика Прежде всего Связана С тем Что Приходится Очень Много Анализировать Насколько Я понимаю По своему Опыту Вручную То есть Каких-то Супер Автоматизированных Средств Нету То есть По большому счёту Мы там Скачиваем Что-то Как Вы говорили С открытых Источников А дальше Всё равно Человеческая Ручная Работа Правильно? Как мне сейчас Видится В конце Всё равно Живой Аналитик Роботы Очень Помогают До конца Чтобы робот Выдал Отчёт Или выдал Стопроцентный Вердикт Что это так Относится Вот к этому Тектору Пока Такого до конца Мне не видится Какой-то Живой В конце Должен быть Да, я согласен Понятно То есть Ну Как по По вирусной Теории У нас То, что Мы не можем Детектировать Сразу Вирус Ну Потому что Их может быть Бесконечное Множество А тут Получается Что всё равно В конечном Итоге Человек Должен Каким-то Образом Детектировать Эту самую Угрозу И насколько Я понимаю Сейчас Очень большая Проблема С тем Что Предыдущие Вы говорили Что требуются Навыки Системного Администратора В том Что используются Зачастую Встроенные В операционную Систему Различные Разрешенные Продукты Правильно Используются Могу примеры Прямо дать Как используются Денис А вот В разрезе Краз Вот этой темы Вот смотри Есть у нас Какой-то Скрипт На повоше Либо там На чем угодно Он Собственно Обычный скрипт Стандартными Средствами Но он Выполняет Там виндовое Шифрование Да Какое-то Вот Оно может быть В миллиардах Различных вариаций Используется У меня Такой вопрос А каким образом Определить Что вот это Вредонос А вот это Не вредонос На уровне Защиты Вот То есть Как распознать Антивирусную ПО Что это Именно шифровальщик А не легальный Продукт Я тебя понял Насчет шифровальщиков Они все-таки Достаточно шумные И вряд ли Какой-то Легальный продукт Ну кроме Того Который организует В целом Шифрованную Файловую систему Вряд ли Будет у тебя Массово Увеличить Энтропию файлов Правильно То есть Если у тебя Пошел По всей Директории Энтропия Подскочила До восьмерки У всех файлов Ну вероятно Происходит Что-то Слишком шумное Что стоит Остановить Вот Это раз А плюс Два Еще Если это Какая-то Нормальная Просто Шифрованная Файловая система Сейчас работает То этот продукт Может быть В том самом Белом списке Он может быть Либо подписан Какой-то Известной Компанией Либо просто Явным образом Не по Сифровому сертификату А именно Как известный Исполняемый файл Тоже Внесен В белой списке И ему Это действие Разрешено В отличие От какого-то Неизвестного Файла Который Друг начал Находить По директориям И очень сильно Менять содержимое Файлов Увеличивая Энтропию Так что Здесь Как раз Можно перечислить Даже роботу Те признаки Когда стоит Это остановить И более того Как мы Делаем У нас есть Компонент Системвотчер Немножко Надим На полянку Вторнусь Продуктовую Этот компонент Он Запоминает Состояние Системы Если он Включен Да Не будем Лукавить Если он Включен Он безусловно Требует Неких Системных Ресурсов И он Не убыстрит Работу Операционной Системы Просто потому Что он делает Он Запоминает Состояние И в случае Если происходит Какая-то Мега Подозрительная Вещь Он ее Не только Останавливает Он откатывает До предыдущего Запомненного Состояния То есть Есть шанс Что он Запомнив До начала Работы Шифровальщика Восстановит Еще В нешифрованном Виде Все эти Самые Файлы Но да Это требует Включения Систем Вочера Но в общем Все мы считаем Что это Типа Контрольные Точки Да Да Это причем При включенном Состоянии Он это делает Постоянно Я только Посчитал Что активно Средоносная Помимо Ее Просто Остановка Все равно Не спасет Файл А вот Откат Еще Может И спасет Точнее Правильно Откат Точно Спасет Аббк Остановление Из бэкапа Получается И насколько Я понимаю Это все Пока что Не в Общедоступных Проектах Правильно Продуктах Систем Вочер Давно В общедоступных Продуктах Просто Опять Не все Любят Его Включать Потому что Это требует Системных Рисурсов Я бы включал Будь я С админом Отвечающим Сруктурой Я бы Прямо Включал То есть В стандартном Касперском Эндпоинт Секьюрити Там Это уже Где-то Есть Да В Кисе По-моему Он Есть Это Вам Дима Лучше Скажет Точно Есть В Кисе Давно Уже Он Появился Там Ну Как Минимум В 2015 Года Он Там Есть Может Быть Даже Чуть Раньше С выхода Кис 8 А Вот Денис Ты Сказал Что Есть Официальные Используемые Утилиты Которые Помогают Вредоносом Попадать Систему И Сказал Что Готов Примести Пример А Можешь Сказать Да Очень Досочная Тема То Что Я Сейчас Вижу Использовать ВМИ Windows Management Instrumentation Начнем То Что Использовать Просто Банально PS Exec Я Кстати Надо Посмотреть PS Exec Может Тоже ВМИ Пользуется Функциями Для Удаленного Исполнения Они Как-то Сумели Закрепиться На Какой-нибудь Одно Из машин В инфраструктуре Ну Допустим Они Прислали В кадры Какой-то Вроде Как Резюме В котором Внутри Есть СВЕ Ну И Начальник Какой-то Маленький Даллодер Который Уже Подтянул Соответственно Кадровик Открывает Вроде Резюме Не Видит Что Что-то У него Происходит На Машине Резюме Какое-то Неинтересное Закрыл Его Забыл Про Него В это Время Оно Соответственно Исполнило Начальный Инфектор Подтянулся Следующий Стейч Ну И Получилось Что Какая-то Из машин Большой Инфраструктуре Сторон защищенной Все-таки Оказалась Заражена Почему-то Каким-то Ну Кстати Можно Перед тем Как я отвечу По поводу Стандартных Тулзов Можно Про эти Методы Заражения Тоже Немножко Еще Сказать Один Был Очень Забавный Когда Не Смогли Все-таки Зайти В периметр Напрямую Конечно Защищенной Компанией Не в России Было дело Но знали При этом Что в соседнем Китайском Ресторанчике Сотрудники Заказывают Онлайн Просто браузером Заходят Туда Выбирают Какую-нибудь Словно говоря Лапшу И заказывают Себе на обед Ну так вот Понятно Что сайт Небольшого ресторана Защищен Значительно Хуже Чем Сам Периметр Безопасности Большой Компании Соседней Инфицировали Просто Этот сайт Как обычно Какой-нибудь Афуссированный Яваскрипт Добавили Вот И соответственно Уже через браузеры Смогли попасть Туда В периметр защиты Это я просто потому Что Вот эти вот Способы проникнуть Что через кадровяка Что через всякие Веб-сайты Вроде бы Небольших организаций Не имеющих отношения К цели атаки Они в общем Разнятся И люди придумывают Очень интересные схемы Тоже можно Там отдельно поговорить Ну вот То есть у них есть Одна машина Дальше стоит задача Распространиться На соседние Сервера И ПКшки Добраться до тех данных Которые атакующим нужны Вот тут им помогает Ипс Икзек Тут им помогает Помогают просто Вимайдные команды Китскриптики Они начинают пытаться С этой машины Туда докачать Какой-нибудь сканер Доступность 135 смвшного порта На соседних Ага Увидели Начинают ставить Туда какой-нибудь Кейлогер Выцеплять Или мимикацию Выцеплять Из памяти Какие-то пароли Логины Ценные для них То есть Выжить максимум Из первой тачки На которой Непосредственно Данных Которые им нужны Их пока еще нет Получили Один логин Пароль О, прекрасно Куда-нибудь еще Залогинулись В логине С PRDP Там тоже Немножко Такие логи В общем В итоге Доходят До пароля Доменного админа Ну все После этого Вимай Вамбруки С всеми Нужными Креденшалсами И они уже Спокойно чувствуют Распространясь По Этой самой Локальной Сетке Там еще Может случиться Проблема Что Ну ладно Тут же слишком Будут детали Пропустим Дальше Что есть Нужно закрепиться Дальше есть проблема После начального Инфицирования Распространения По инфраструктуре Есть проблема Закрепиться На время Перезагрузок Чтобы Потом сложных Было оттуда Вычистить Здесь помогает Делают Подписки Вимайны То есть Просто Есть Сабскрипшн Который активируется Может по времени Активироваться По понедельник Девять утра Может по какому-нибудь Событию Который является Тоже крайне Маленькое Какой-нибудь Парушельный скриптиков Усырованный Который уже Расшифровывает Из ветки Системного Реестра Тоже очень легитимный Нормальный инструмент Да Что может быть Нормальнее Виндеть чем Сохранить В системном Реестре Что-нибудь Какой-нибудь там Расшифровывает Уже Nextstage Бинарный код И Если Исполняет его И вот такими Они просто делают Несколько Для затруднения Детектирования Делают Несколько Ступенечек Используя Те самые Стандартные Уже Встроенные Механизмы Парушель Есть на борту Отлично Будет у нас Значит Дешифровщик На Парушель Тот же самый Вбс уже есть В офисе Ну прекрасно Тоже на нем Что-нибудь Напишем Прятать Не хотим На файловом уровне Чтобы той же Самый Ярый Антиюрсными Движками Не искали По файлам Ну прекрасно Сохраним В виде подписки Или в виде записи В системном реестре Что еще есть Ну еще исторически Есть NTFS Alternate Data Stream Там сохраняют То есть придумывают Любые Места В В операционной системе Где можно Некий Заметный Объем данных Сохранить Не в виде файла Ну вот Это такие Стандартные Системные механизмы В принципе Изначально Абсолютно Не вредоносные Ими Массово Используются Понятно Да в принципе Да Я думаю Что давай Тогда дальше В общем У меня тут Пару вопросов Появилось Насколько Вот Я так понимаю Что вы работаете С какими-то Крупными компаниями С крупными корпорациями Насколько я понимаю Что То что Вот Сейчас Нам рассказывал Денис Про все Вот эти атаки Они Зачастую Направлены Не просто На какого-то Там Невидимого Скажем так Корпоративного Клиента А в основном Направлено На какую-то Конкретику Или же Здесь все-таки Подобные Инструменты Которые Там Начинают Атаковывать В том числе И совершенно Какие-то Вспомогательные Сайты Они Могут Могут В случае Распространения Через Веб-сайт Он Будет Выбирать Не Какие-то Внутри Индустриальные Веб-сайты Чтобы Очень Точно Попасть В свою Жертву А будет Выбирать Исходя Из популярности Сайта Чтобы Охватить Как можно Больше Жертв И Потом Как можно Больше Заплативших Потому Что я бы сказал Зависит От цели Злоумышленника Кто-то Хочет Разразить Как можно Больше Кому Угодно А кому-то Как правило Тому Кому Нужна Конкретная Информация Нужно Попасть В очень Конкретную Организацию Я вот До этого Больше Рассказываю Во-вторых Как раз Которые Знают Куда Хотят Попасть Очень Настойчиво Туда Внедряются И пытаются Сделать Так Сложно Оттуда Удались Потом Но есть И совершенно Другой Сценарий Понятно Ну С криптолокерами Здесь тоже Опять же Все понятно В основном Насколько Я понимаю Чем новее Криптолокер Тем больше Вероятность Что у него Атака Пройдет Наиболее Успешно В дальнейшем Уже Непосредственно Он попадает Скажем так В это Плохое слово Вирусные Сигнатуры И дальше Уже Его распространение Я так понимаю Прерывается Сейчас вернемся С сигнатурам Сейчас уже Все таки В 2018 Они же Не чисто Какие-то Посредственности Байт Что взял Прекомпилировал С другими опциями И все Сбил Всем антивирусникам С сигнатуры Они уже Они поведенческие Довольно сложные вещи Это и у нас И у коллег Конкурентов И поэтому Опять таки Криптолокер Он штука Довольно шумная За счет того Что он сильно меняет Большое количество Файлов И поэтому Их то как раз Детектим Неплохо Там скорее Все таки Именно в случае Криптолокеров На мой взгляд Больше проблема Что страдают Те кто заранее Не озаботился Бэкапом И каким-то Защитным продуктом Это на мой взгляд Не самое Как раз Сложное Детектирование Вредоносца Шумный Шумный Я так понимаю Я так понимаю Просто уже Криптолокер У всех Как просто Как любимая Бояка Ну тоже Действительно страшно Понятно Ты работал Ты в своей инфраструктуре А потом Опаньки И у тебя Все кончилось А были ли в вашей практике Такие моменты Когда Атака Скрывалась За атакой То есть Что я имею ввиду Провели какую-то атаку Там Куда-то Отвлекли Внимание Что-то там Поломали Очень громко И в этот момент Например Начали Тянуть Какие-то там Данные Как раз Которые хотели Утянуть По-настоящему Тут наверное Все-таки Не приведу я Такой пример Потому что Ну смотрите Мы все-таки Мы ограничены Тем Что видит Наш продукт Наверное Такое Совсем уже Хитрая операция Мы просто Наверное По тем данным Которыми мы Располагаем Можем Если я правильно Понял вопрос Не увидеть Такую Сложенную Связку Что вот Сначала Здесь Отвлекающая А потом Связанная С ней Вот там Продолжение Операции Мы это увидим Если будет Использован Один и тот Живредонос Какой-то Именно Распетический Кастомный То мы сможем Связать То есть Вот давайте Про эту самую Атрибут Потому что Вопрос Немножко Касается Атрибуция Это Имеется Ввиду Как Связать Разные Активности Воедино Что Вот это Вот одни И те же Люди Исполняли Вот это И вот это То есть Если Атрибут Происходит Либо По использованию Контрольных Серверов По использованию Каких-то Специфических Вредоносов По Общему Интересу К конкретным Жертвам В общем Еще по ряду Признаков Если Сложенники Умудряются Нарушить Все эти Связки То есть Если они Против Таких-то Сущностей В такой-то Стране Совершенно С одними Контрольниками Одними Вредоносами Против Несвязанных С ними Сущностей Совершенно Другой Стране Другими Тулзами С другими Контрольниками Привели Другую То вряд ли Кто-нибудь Из индустрии Свяжет Эти два События Каким образом Поэтому Наверное Тут Не отвечу Ну и Нужна ли Такая им Сложность Вообще Нужно ли Отвлекать Может быть Сразу Ко второму Пункту Миню Они могли Перейти Без первого Возможно Да Вопросы Из чатиков Давайте Первый вопрос Коллеги Что думаете По поводу Безфайловых Зловредов Когда в принципе Все только в памяти Как с ними бороться Как защищаться Как ловить Бороться Продукты Да Проблема есть Работать с ними Посложнее Чем с файловыми Работать мы с ними Умеем В памяти Детектируем Там же беда Еще в том Что он В памяти Может Если совсем Продвинутый Зловред По кусочкам Кэшфроуд Но все равно Рано или поздно Вот эти характерные Признаки Вот конкретно Этого зловреда Они в памяти Проявятся Вот в памяти И детектируем Продукт Это все Тоже В продуктах есть То есть я думаю Что они Вопрос был Что я думаю Я думаю Что они существуют Что они представляют Проблему Что да Стараются на дисках Как можно меньше Все сохранять И более того И сохранять на дисках То уже не в виде файлов Я упоминал Вимайные подписки Записи в системном реестре НТФС АДС В общем любые сущности Которые файлами Не являются И уже сам То что называем Last Stager Сам последний Как раз Ремонт администрейшн Тул Уже положить Именно в память Ну то есть проблема Есть Но мы решать ее умеем Потому что Проверяем И продукты проверяют И память Тоже И в итоге Исполняемый Intel Logo Code В памяти Окажется так или иначе Иначе просто Архитектура Его не сможет Его исполнить Вот что еще Ну давайте еще Какой-нибудь пример Таких Ну хотите Пример всей цепочки Как оно оказывается В памяти Очень хотим Это очень интересно Слушайте Ну вот такое Есть например То что я видел Например делают Отдельно Первый этап Такая инсталляшка Тоже кастомная Не будет какой-то Иннос этап Или другой стандартный Инсталлер Пишут Ну давайте назовем его Дропером Да Значит он кладет В системную В нужную системную Директорию Он кладет драйвер Прямо даже драйвер Посиленно написать И он записывает В свой системный Реестр Создает ключик И там в 3-value Записывает Уже Пошифрованный Сам вот этот Троянчик 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 Он надо инжектировать Дальше для драйвера Он создает Системную службу Которую ставят На автозапуск Понятно что У инсталляшки Для этого должны быть Все права необходимые То есть права Они уже себе обеспечили От какого-то геста Такие действия Понятно в системе Он не сможет провернуть И дальше После того как Служба старт Ну и запускает эту службу То есть что у нас есть Персистент И есть уже Соответственно на файл Мы поимели Вот этот вот драйвер И поимели В системном реестре Пошифрованный Уже вот откровенное Зло Которое позволяет Удаленно управлять А дальше уже В тот самый Например В SAS.exe Будет инжектить драйвер Служба стартовала Драйвер в начале работы На entry point Забрал из системного реестр Расшифровал Положил в память Ну вот собственно Тут-то мы его и подетектим Когда мы вряд ли Пошифрованные В системном реестре Детектить не за что То есть ну лежит Какой-то бинарный блок Ну за что его детектить Ну лежит Это даже не код То есть он будет себе Если его удалось положить Он в принципе Будет там лежать А вот когда он Развернется в памяти О что-то исполняемое Вот тут уже Привет Тут он уже будет пойман Вот Ну а дальше уже Начинается вся Из этой памяти Все взаимодействие Сетевое Например конкретно Этот Троян Он был Он был пассивный Он сам не стучался На контрольнике Он ждал когда К нему обратятся Снаружи То есть контрольник Контрольный сервер Оператор сам должен был Постучаться На зараженную машину Более того Машинки же На которые они распространяются Они могут быть Сугубо лановскими Внешнего IP-шника не иметь И тогда уже Оператор так вот Сразу не постучится Так вот тогда Они еще там Запускали туннельчик До внешнего мира И уже поэтому С 5-му туннельчику Уже общались С Трояном Который в памяти Висел Это же сетевая часть Вот Насчет памяти Такой вот пример Примерно так все Там бывает Просто много наворотов Делают А все эти навороты Они до того Как начинает исполняться Непосредственно Троян Они нужны Чтобы затруднить Детактирование Все вот эти Реесты Шифрованные файлы Всякое перекладывание Туда-сюда Они нужны Чтобы защитным Продуктом было Сложнее Поймать Ну мы соответственно Вот каждый день Делаем так Чтобы все равно Ловилось То есть я правильно понимаю Что в общем-то Логично Что все равно Должен быть Какой-то запускальщик На машине И там Сказать что это вообще Полностью Без Машин Ну как бы Без файловый Клиент То это немножечко Лукавство Ну нет почему Прости не дослушал тебя Слушай Нет Ну в принципе да Я вопросы закончил Но если есть уже В этой же локалке Инфицированная тачка Они могут Где-то файл Безусловно есть Он просто вот На конкретно На этой машине Его может не быть То есть представим Что они PSXR С удаленной машины Стили И он тогда уже прилетел По TCP IP В принципе он наверное Не дропнулся Начальный Инфектор В виде файла Конкретно на этой Зараженной машине Где-то там На этой тачке Остается только Подозрительная активность PSXX С удаленного хоста Какие-то Подозрительные Бинарные записи В системном Реестре Все А дальше Сам злогред В памяти Потому что в принципе На конкретной тачке Бывает полное отсутствие Файлов Интересно Еще немножечко вопросов Почему на RSA Конферейшн В качестве защиты От шифровальщиков Прилагают Вкладываться В средства Систем Средством Резервного копирования Но тут я себя Еще добавлю Что в общем-то Можно Этот шифровальщик Работать Просто без ключа В том плане Что файлы Просто невозможно Будет расшифровать Поэтому В общем-то Средства Резервного копирования Это В некоторых случаях Единственный вариант Когда вы В принципе Сможете Что-то восстановить Я в общем-то Я соглашусь Что Бэкап Хорошая мера Всегда хорошая мера Бэкап Всегда хорошая мера Вне зависимости Шифровальщик Шифровальщик Это по-моему Та вещь Без которой админ Спать не должен Наверное Цент не означает Что другие защитные продукты У вас не могут быть Установлены Но не вижу ничего плохого В бэкапе И как в способе Если у вас раз в сутки Сейчас все админы Меня Расскажут Как у них организовано Наверное Бэкапы чаще А Ну может какой-нибудь Инкрементальный настроен Постоянный В общем речь о чем Что вы можете Какой-то кусочек данных Между последним Бэкапом И работой Шифровальщика Какие-то документы Может потеряются Защитный продукт Старается Сделать так Чтобы у вас Не потерялось Практически ничего Тот же систем-вотчер Который я упоминал Но в любом случае Бэкап Это Большая поддержка Ну хорошо потеряете За последние полдня Работы Но совсем не то же самое Что потеряете За последний месяц Работу Или вообще всю работу Да Следующий вопрос Что мешает создать Универсальную защиту От шифровальщиков Ну тут по-моему Даже я за коллег Отвечу Примерно Ровно то же Что появляются Новые варианты Шифрования Появляются Новые операционные системы И Любая универсальная Защита Она скорее всего Отметет Достаточно низкого Классифицированные Шифровальщики А что-то более-менее Новое Оно просто пропустит Ну и вообще Все универсальные Как правило Универсальность Она идет В противовес Каким-то Более Лучшим качествам Либо это будет Очень дорого По производительности Либо это очень будет Низкий уровень Детектирования Шифровальщиков Либо это просто Работает толком Не будет Поэтому Я бы от себя Немножко сказал По поводу Шифровальщиков Ну Во-первых Тут еще Большая проблема То что Все мы работаем На Windows И все любят Работать И с подадмином Если у нас Допустим Есть элементарный Домен И где у нас Настроено Допустим Что Всем нашим Пользователям Запрещено Что-либо Писать В программ Файлс И что-либо Там Вносить Изменения То Соответственно Шифровальщики На 90% Перестают работать То есть Все исполняемые Файлы Должны запускаться Только из Программ Файлс Например Вот Одна из самых Таких простых Задач Защит Без Там Всяких Антивирусных Систем Вот Вполне себе Там Процентов 80-90 Всего этого Отметает Опять же Большой Большой момент К тому Что все-таки Тут вопрос К настройке И вопрос Какой-то Конкретной Инфраструктуре Насколько Я понимаю И вообще Для себя Всегда Ставлю В пример Что Антивирусная Система Она нужна Прежде всего Для того Чтобы пользователю Было наиболее Комфортно И удобно Работать В системе Ну или там По привычке Той же самой Из-под админа Работать И якобы Не бояться Всего Что там Происходит Вокруг него Так Коллеги Можно я немножко Здесь За наших Аналитиков Которые Работают По отделе По как раз Таки Противодействию Шифровальщикам То есть Да Действительно С сигнатурными Методами Шифровальщиной Атаки Практически Невозможно Но Всегда Есть логика То что Уже сегодня Проговаривали Про Мониторинг Систем Или Систем Бочер Еще В английском Локале То как раз Таки Этот компонент На основе Логических Связей Позволяет Выявить Активности В частности Там Основные Крупные Атаки С 17 Года Мы Детектировали Именно За счет Логических Систем Несигнаторных Вот поэтому Не так Все плохо То есть Конечно Да Там Какой-то Ширпотреб Так назовем Блокируется Сигнаторными Методами Более Сложные Атаки Все-таки Есть Возможность Прекратить Да Там В том числе За счет Логических Вещей Такие Как Систем Вочером Трек Компонент И так далее А с Систем Вочером Погодите Будет ли Хотя бы Какой-то Процент Зашифрованных Файлов Потому что Ну вот До этого Как раз Денис Говорил О том Что Шифровальщики Достаточно Шумные То есть Они Изменяют Энтропию Файлов Соответственно Насколько Будет Вот этот Процент Пошифрованных Файлов Ну я так понимаю Если не считать Вот этого Отката Или Систем Бочер Он без Отката Невозможен Интересно Звучит Там Без Отката Невозможен Коллеги Смотрите То есть В любом Случай Когда начнется Активность Шифровальщика И мы Предполагаем Что она была Пропущена Обычными Средственными Защиты То понятно Что для того Чтобы логическая Цепочка Заработала Пройдет Некоторое Время То есть По нашим Данным Там порядка Трех-пяти Файлов Все равно Скорее всего Будут похоронены А в том плане Что шифровальщик Их Может Другие Файлы То есть Мы увидим Процесс Мы увидим Эту аномалию Мы сможем Ее во-первых Заблокировать И во-вторых Если У нас Там мало Данных Для того Чтобы Конкретно Ее блокировать Шифровальщик Пытается зашифровать Ну грубо говоря Да Там есть сценарий Когда Поведение Полностью Обусловлено Там бизнес Процессом Каким-то Да Там Пользователь Реально должен Внезапно удалять Там кучу файлов Либо там Их видоизменять Вот для того Чтобы избежать Фолз позитива Мы там Отдаем на отпуск По администратору Там Принятие решения Там блокировать Процесс Либо не блокировать Соответственно В этот момент Наш компонент Он просто резервирует Те файлы От себя еще добавлю По поводу Стандартных средств Виндовых Либо какой-то Другой системы И то что Допустим В том же Каспере Есть Если там Человек работает От админа Да это там Иногда К сожалению Не искоренить Это зло Когда Особенно Какие-то Бухгалтерские программки Они настолько Криво написаны Что им Вот Бухгалтер стоит 20 каких-то программ И вот Половина из них Требует админа Добавляешь Локального админа Как-то пытаешься Защититься Чтобы там Тетенка Бухгалтер Что-нибудь Не запустила В итоге Этой системой Переезжает На некую Виртуальную среду Оттуда вырезается Все что связано С интернетом Остается Только там Какие-то банки В чем она работает Чтобы не дай бог Там какое-нибудь Письмо не пришло И оно не запустилось Не скачало Куда-то там Как мы сегодня По схеме говорили Файли Которые там В итоге запустятся Инжектируются Там драйвер И так далее Так вот Есть Такие Инструменты Называются Неоплокер То есть мы явно Запрещаем Из-под этого Пользователя Запускать Те или иные Программы То есть Когда пользователь Пытается что-то Запустить Что не входит В разрешенный Список по категориям На сервер Либо там На систему Где это все Дело лагируется Прилетает там Ивент Что там Такой-то пользователь С такого-то компьютера Попытался запустить Там Неподписанное приложение То есть В данном случае Админ или не админ Он все равно Не сможет запустить Некий софт Который не разрешен В компании Тут я могу дополнить По поводу Вайт-листинга Ну так Технологии Которая Блокирует Некоторые программы Опять же Вот такующих Ряд возможностей Здесь тоже Присутствуют Те же стандартные Средства Windows И так далее Они обычно Подписаны Сертификатами Microsoft И обычно Разрешены И их как раз Используют Злоумышленники Скажем так Для того чтобы Обходить Подобные средства Давайте про Вайт-листинг Немножко Клинюсь Да-да Конечно Расскажу Насчет обхода Что они пытаются Делать Они делают Есть такая штука DL-side-loading Что она из себя Представляет Что берем Какую-нибудь Подписанную Доверенную Как правило Не самую новую Версию ПО Будь то Мэкософтская Или какую-нибудь Защитную Не важно Главное чтобы Оно было Во всех Вайт-листах И смотрим Какие DL-ки Оно Использует Тоже Самописно Создаем SFX Какой-нибудь Из трех Ровно Файлов Доверенное Подписанное ПО Буквально Одного Должна Тоже Директор И третье В общем-то То Пошифрованное Содержание Что в итоге Должно Стать Зловредом И вот Эта Вот вторая DL-ка У которой Не сохранили Имя Но Изменили Ее Наполнение Это Как раз Тот Решифровщик Такой Пускач Решифровщик Пускач Ну и Соответственно Получается Что вроде Как В адресном Пространстве Доверенного Процесса Продукты Посмотрели Что Ага Вроде Пытаются Через ДЛ-ку От имени В отличного Приложения Что-то Использовать Ну в общем-то С этим Мы тоже Боремся С такими Техниками Дэли Сайлодинг Это называется Так что В общем Мысль Авторов Редоносов Не стоит На месте Но это Не какое-то У них Нововведение Ведь В этом Совсем Давно Пользуют Но постоянно Пытаются Принятить Средства Обхода Даже Самых Таких Суровых Механизмов Вроде Вайт Листинга В общем Лучшее Средство От заражения Это Бдительность И Компетентность Самого Пользователя Который Работает За компьютером Не важно Админ Или Бухгалтер Как я понимаю Ну это Это безусловно Тут У нас с вами Уже Тут был В разговоре Сегодня Кадровик И да Он просто Кадровик Не может Не открыть Резюме Но То что Надо Начинать С обучения Пользователей Не вызывает Каких-то Вопросов Вообще На наш Взгляд Чтобы Видите Я тут Немножко Деформирован Именно Целевыми Атаками А эти Ребята Они как правило Пользуются Всеми Возможностями Начинают С от Инженерии Накончая Какими-то Техническими Придумками Вот Так что На наш Такой Деформированный Взгляд Начинать Свою Защиту Нужно С Обучения Пользователей С правильной Настройки Всех И Системных Утилит Которые Уже Есть Потому В современных Операционных Системах Уже Много Что Можно Настроить Те же Самые Аксесс Контрол Листы И мы Дали По списку То Что Должно Быть Правильно Установлен Плюс Поверх Еще Какие Специализированные Защитные Продукты Так что И тренинги Которые Учат Тех Самых И Секретарей И Катровяков Которые Тоже Могут Стать Начальной Точкой Атаки И Плюс Быть И Работать В Связке И То Чему Может И Ересь Скажу Но Я бы Например Тем Кто Даже При Выполнении Всех Этих Условий Обещает Стопроцентную Защиту Я Все равно Не верил Стопроцентную Окей 99.5 Можно Добиться Но Все равно При этом Еще Должен Какой План А Как Мы В Случай Пробива Нашей Вот Такой Многопрофильной Разноплановой Защиты Как Мы Действуем Чтобы Минимизировать Свой Ущерб То есть Плюс Ко Всему Этому Еще Должно Быть Понимание У Сотрудников Когда Они Видят Что Тем Не Менее Из Какого Отчета И Бешного И Индикатор Компрометации У них Появились В Инфраструктуре А Как Они Быстро На Это Реагируют Все Это Быстро Удаляют И Минимизируют Ущерб Потому Что Если Пришли Целенаправленно За Компанией То Эта Изобретательность Она Наверное На мой Вгляд Никому Не Позволяет Чувствовать На 100% Да Все Эти Меры Необходимо Проводить Но Параллельно Какой-то Планчик Рекабри План Что Мы Делаем Если Нас Все Так Пробили Вот Такое Мое Мнение Денис Такой Вопрос По По Уязвимости Нулевого Заговор Понятное Дело Там Какие-то С Своих Там Кругах Вам Попадает Там Что Вот Вон На Край Сейчас Будет Уже Все Злорадствовать Как Быстро То есть Вы Реагируете На Это Слушайте Но В случае С Вопрос Времени Когда Код Уже Встроят В Свои Атакующие Продукты Просто Вопрос Времени И В принципе Из всей Этой Утечки Все Уже Было Подетекчено Оно Все Блокировалось В общем-то Пострадали Те У кого Обновления Были Не В Лучшем Да Именно Так Я Немножко Имел Другое То есть Ввиду То Что Опубликовали Какую-то Уязвимость Да Она Общедоступная Ну Вы Сразу Понятное Дело Там Накатываете Там Кроме Ну Майкрософт Накатил Да И Там Остальные Платформы Какую-то Там Защиту Ну В данном Случай Майкрософт Да И Я наверное Понял Вопрос Но Если Это Какой-то Чужой Зарадей То Мне кажется Обычно Какого-то Тайного Распространения Массового Нету Дальше Это уже Вопрос К тому Кто Нашел Как Поступить Зарадеем Либо По белой Схеме Отдать Вендору Получить Свою Условно Говоря 10-15 Тысяч Нерусских Рублей Либо Пытаться Реализовать На черном Рынке Получить Наверное Несколько Больше Тысяч Нерусских Рублей А В случае Если Заранее Какое-то Есть знание Если Это Найденное Нами Если Найденное Нами Извину С нулевого Дня Тогда Понятно Она Чуть Раньше Чем Она Уже Попадет Сначала Исследователи Находят Потом Она Быстренько Попадает Уже В продукты Здесь Какая-то Дельта Еще Какая-то Есть Если Это Чужая Ну Кто-то По секрету Рассказывать О своих Зарадеях Честно говоря Не видится Смысла Но Как правило По моим Наблюдениям Все-таки Себя Исследователи Ведут себя Порядочно И Тем более Что Вендоры Сейчас Больше И больше Делают Программ Багбаунти И В принципе Достойно Таких Средителей Вознаграждают Так что Как правило Сначала Все это Уходит К тем Авторам Того ПО В котором Эту Уязвимость Найдена Находит Уязвимости Потом Уже Все это Согласованно Опубличат Немножко Позже Так что Заранее Наверное Про то Что мы Нашли Сами В эту Тему Тут Можно Вспомнить Действительно Advanced Угрозы Которые Были Достаточно Давно Тот же Stack Nest Dooku Flame Те которые Содержали В своем Комплекте Пачку Зеродеев Различных Как РСЕ Так и Для повышения Привилегий В этих Случаах После анализа Этих Зеродеев Они Собственно Попадают В отчеты Об этих Угрозах Еще Такой Кстати Вопрос Если Ваша Лаборатория Нашла Какой-то Зеродеев Новый Витип Вируса У вас Есть ли Какие-то Соглашения С другими Антивирусными Компаниями Которые Вы Передаете Им Эту Информацию Или Они Передают Информацию Соответственно Закрывая Это Во всех Своих Продуктах Или Кто Нашел Тот Молодец И Того Продукт На данный Секунд Стал Получше Насчет Коллег Конкурентов Из Эродеев Я Когда Находил Я Вендору В первую Очереду Вендору И Локальному ЦРТУ Чтобы Еще Центр Реагировал На Компьютерные Инциденты Чтобы Немножко Вендора Сверху Тоже Простимулировали Что-то Сделать По этому Поводу По поводу Уязвимости А Честно Говорят С Другим Ибэшным Компаниям На самом деле Хороший День Просто Даже Не приходило Честно В голову Кому-то Кроме Вендора Об этом Дать Знать То есть Потом Уже Наверное Коллеги Конкуренты Эту Информацию Получают Уже Когда Вендор Все Это Публичит Что Мы Сделали Очередной Пэтч Тьюзды Или Другой День Недели Но Мы На самом деле Хороший Я что-то Об этом Не задумывался Мы С ними Меняемся Есть Обмен Сапливами Вредоносными Существует Между Вендорами То есть Когда Тоже Де Компании Ну Что Попробуем Обменяться Поток У вас Есть Поток У меня Есть Поток Ты Безумно Хороша Я Безумно Хорош Почему Не Пообщаться Вот Такое Есть А Честно Говоря Тут Действительно Я Не Думал О Помимо Самого Разработчика ПО Может Стоит Об этом Да Ну И Коллеги Я Предлагаю Плавно А может И не Особо Плавно Перейти К Второй Вер Повестке Нашего Сегодняшнего Подкаста Это Продукт Компании Касперский Лаб Касперский Ката И Соответственно Передаем Слово Нашему Второму Гость Да Коллеги Спасибо Я Начну Потихоньку Вот Исходя Из всей Той Истории Которые Денис Нам Рассказал Возникает Ну Закономерный Вопрос Да Там Говоря Мы Потратили Там Некоторые Средства На Антивирусную Защиту На Мешковое Кранирование Там IDF И Другие Средства Защиты Но Что Мы Будем Делать Если Что То Все Таки К Нам Внутрь Проникло Вот Соответственно Именно Из Этих Там Размышлений Рождался Продукт Защиты От Целенаправленных Атак Одна Задача Данного Продукта То есть Он Вырос Это Выявить Аномальную Активность Уже После Того Как Отработали Все Проактивные Средства Защиты Это Первая Цель Вторая Цель Это Повысить Уровень Детектирования За счет Этого В продукте Реализованы Ряд Технологий Которые Позволяют Это Сделать А Если Говорить Давайте Поговорим Немножко Про Технологии Которые Реализованы В Защите От Целенаправленных Атак В нашем Продукте Начну Наверное С самого Простого И понятного Это То что Называется Сэндбоксинг Ну Либо Песочница То есть Технология Которая Позволяет Нам Эмулировать Приходящие Файлы То есть Грубо говоря Вот Есть Некий Файлик Что-то Он Там Делает И Антивирусное Решение Там Другое Какое-то Решение Сказал Что Он Чистый Но Мы Хотим Быть Полностью В этом Уверены И Мы Пропускаем Его В Некую Виртуальную Среду В которой Его Эмулируется Действие Ну Грубо говоря Вот Он Скачивается Вот Он Запускается Ну И Какие-то Странные Обращения К Стандартным Сервисам Винды То же Самое Попытка Запуска PowerShell И так Далее То Здесь Мы Это Отмечаем Как Подозрительно Если Скор Рейтинг Таких Обращений Становится Слишком Высоким Этот Файл Однозначно Вредоносный А Если Этот Файл Если Этот Файл Имеет Скор Рейтинг Невысокий То Соответственно Здесь Уже Решение Должен Принять Аналитик И Вот Здесь Сразу Мы Подходим К Ключевому Моменту Решения Что Данная Система Она Обязательно Требует К себе Внимания Человеческого То Как Говорил Денис Там Машина Обрабатывает Огромный Поток Данных Но Все равно На Конечном Этапе В Принятии Сложных Решений Должен Аналитик Здесь Примерно Схожую Идеологию Мы Реализуем Это По Поводу Песочницы Второй Момент То Что Мы Сегодня Проговаривали Машинное Обучение Либо Технология Статистического Анализа То есть Грубо говоря У нас Есть Понимание Того Как Работает Классический Пользователь С Классическими Правами Которые Мы Дали Может Он Супер Юзер Может Обычный Юзер Может Даже Админ У У Нас Некий Локальный Профиль Его Поведения И Грубо говоря Здесь Мы Можем Понять Что Пользователь От месяца К месяцу Работает По Одним Шаблонам И Внезапно Он Начал Делать Какие-то Другие Дела Либо У него Сетевой Трафик Абсолютно По-другому Пошел Либо Соответственно Там Почтовые Какие-то Аномалии У него Возникли То Все Что Можно Собрать На Статистике Обработать И Появился Некий Инцидент Что Такой-то Пользователь Ведет Себя Так-то Так-то Должен Принимать Какое-то Решение Опять-таки Возвращаясь Например К тем же Самым Яро Правилам Если Организация Достаточно Взрослая Аналитики Могут Сами Написать Правила Они Сами Читают Какие-то Статьи И Понимают Что Я хочу Находить То-то То-то Это Все Можно Загрузить Систему И Соответственно Показать Что Вот На таких-то Машинах Это Аномалия У вас Реально Актуальна Другие Моменты Они Относятся Может быть К более Классическим Технологиям Защиты Такие Как Стандартная Сигнатурная Эвристическая Проверка Файлов Проверка Сертификатов Проверка Репутации То-есть Эти Технологии Ну Скажем Они Достаточно Известны И Используются Часто Более Общая Задача То-есть Грубо говоря Вот Есть один Файл И вот Данные По всем Компонентам Защиты И вот Если все Эти данные Вместе Собрать Статистические Данные Данные С песочниц Данные С репутацией То Все Вместе Из Обособленных Пусочков Которые Не Представляют Какой-то Угрозы Мы Собрали В итоге Инцидент Который Сигнализирует О том Что Проблема Есть Как Грубо говоря Там Только Сетевой Трафик Нам Может Оказаться Недостаточно То-есть У нас Есть Сетевые Сенсоры Которые Собирают По Спан Ну Либо По Айкапу В случае Веб Трафика Веб Трафик Пользователей То-есть Грубо говоря Куда Пользователь Обращается На Какие Сайты Он Пытается Зайти То-есть Зачастую Очень Можно Легко Выпалить Вредоносы Потому Что Начались То-есть Грубо говоря Фильтрация Того Что Приходит Да Там Ну Понятно Есть Антиспам Решение Но Здесь Вопрос В том Чтобы Прошерстить Вложения Да Там Те же Самые Вордовские Экселевские Файлы Там Другие Файлы И По ним Принять Вердикт Это Два Этапа И Третий Этап Это Соответственно Просмотр Самих Рабочих Станций Причем Эта Задача Она Достаточно Сложна Потому Что С Рабочей Станции Собирать Можно Много Всего Вопрос Только Как Это Делать Здесь Нам Помогает То Что У Лаборатории Касперского Есть Антивирусное Решение Касперский Инпоинт Секьюрити И На Базе Его Технологии Мы Смогли Реализовать Агента Для Рабочих Станций Которые Позволяют Нам Собирать Информацию Ну Грубо говоря Какой Пользователь Какой Процесс Запустил Какой Сертификат Был У Этого Экзешника Что Этот Процесс В дальнейшем Делает Системе Какие Другие Процессы Порождает То Вся Вот Эта Контекстная Информация Она Собирается На Уровне Рабочей Станции И Передается В Аналитическое Ядро Которое Уже Имеет Информацию О том Что Вот Этот Самый Пользователь Обращается К Сайтом Он Недавно Получил Такое Письмо Ну И Тут Соответственно Статистический Движок Все Это Дело Схлопывает И Говорит Ребята У вас Явно Проблема То Есть Три Точки Сбора Информации То Это Веб Трафик Почтовый Трафик И Трафик С Рабочих Станций Ну Грубо говоря Назовем Это Трафик Хотя Это Модель И Соответственно Под этим Ядром Ставится Кластер Песочниц То есть Понятно Что Если Там Потоки Информационные Небольшие Это Один Какой-то Маленький Блэйд Сервер Если У вас Большая Организация Вровня Энтерпрайз То Это Естественно Кластер Из Двух Трех Четырех И так Далее Песочниц Соответственно Песочницы Эмулируют Именно Виндов Системы Много Именно Про Винду Говорили Соответственно Эмуляция Виндовых Платформ Начинает В том числе От Виндов С Все Еще Мы Ее Держим Потому Что Несмотря На Прекращение Поддержки Очень Много Организаций В том числе В России Еще Не Перешли Если Не Ошибаюсь Там Процентное Соотношение По Последнему Исследованию Было Порядка 22 Процент Общей Сложности Компьютеров Которые И там И там И там В зависимости От того Какую Производительность Вы хотите Получить Вот Соответственно Если Говорить Про Предотвращение Рисков Как я Уже Говорил Вот Небольшую Дель Тут Также Это Решение Может Принести Вот Смотрите То есть Песочница Что-то Определила Вредонос И Явно Этой Сигнатуры У нас Еще Не Бало То Ката Может Отдавать Нашим Эндпоинт Агентам Касперский Инпоинт Секьюрити И он На основании Тех Данных Уже Может Блокировать Данный Файл То есть Даже Если Он Раньше Его Не Знал Ну Ката Ему Информацию Оперативно Доставила Он Начинает Блокировать Вот Ну И Вторая Прелесть Решения То Что Мы Не Только Свои Продукты Можем Отдавать Эти Данные Ну Грубо говоря Не Постоянно И Мы Можем Отдавать В Обратную Сторон Там Вмеж Сетевой Крат Там Определенными Листами Что Вот Такие Хэши Блокирую Их Чтобы Просто Это Уже Внутрь Система Не Попадала То Такое Обратное Взаимодействие Позволяет Объединить В решении Разных Вендоров Скажем Так В единую Цель Ну А Если Рассматривать Дальше То Если Нам Нужно Реагировать На Вредоносную Ну Там Грубо говоря Активность Какая-то Вредоносная Прошла И Вот Надо Реагировать Уже На Нее Сейчас Мы Предоставляем Все Необходимую Контекстную Информацию Ну То Что Денис Рассказывал Там Файл Мне Нужно Получить На Руки И Начать Его Раскрывать Долго И Нудно Здесь Все Информация Уже Может Быть Собрано И Передано Аналитиком Вот Такими Широкими Мазками Да Может Быть Даже Несколько Поверхностно Я прошелся По основным Ключевым Технологиям Предлагаю Здесь Подискутировать На этот вопрос По этим вопросам Подискутировать Это хорошо А можешь Поподробнее Рассказать Собственно Про сам Продукт Что он Требует Как Разворачивается Про идеологию Может быть Немножечко Еще раз Рассказать То есть Ну Вот Именно Что Принимающий Решами По безопасности Конкретно Какие там Вопросы Он может Мне закрыть В принципе Ты это уже Описал Но Может быть Применительно В разрезе Конкретно Как сделано Это в вашем Продукте Какие технологии Облако Не облако Которое У нас сейчас Любят Все там Подписки И это Ну Вот Эти моменты Очень хотелось Послушать Ну Смотрите Если Заходить Издалека То Решение Представляет Собой Ну Программа Аппаратный Комплекс Причем Вопрос Про Железо Лежит Там На стороне Либо Самого Заказчика Либо На стороне Партнера Который Поставляет Решение Здесь Ну В любом Случа Решение Да Там Имеет Архитектуру Следующую Есть Два Сенсора Первый Сенсор Это Веб Сенсор Который Собирает Веб Данные Ну Вот Как раз Для переправления В центральное Ядро Второй Сенсор Почтовый Технологий На котором Соответственно Все детектирующие Моменты Реализованы И есть Сервер Песочница То есть Грубо говоря У нас Есть Четыре Таких Сервера Причем Сетевые Сенсоры В случае Если организация Небольшая Они могут Быть Интегрированы В одно Центральное Ядро Если Производительность Позволяет То есть Такая Архитектура У нас Получается И Правильно Говорили Что Для того Чтобы Репутацию Смотреть Смотреть Хэши Файлов И так далее Требуется Некий Репутационный Сервис В нашем Случае Это Касперский Секьюрити Нетворк И это Облачный Сервис Облачный Сервис Позволяет Получать Данные О том Все что Знает Лаборатория Касперского На данный Момент Ну и Соответственно Производить Коррелирующие Эти моменты Однако Долгое Время Мы сталкивались С тем Что Многие Заказчики Из Именно Поэтому В данной Архитектуре Появилась Еще одна Сущность Которая Называется Касперский Правил Секьюрити Нетворк То есть Это Еще один Сервер Сервер Локальной Репутации То есть Его Задача Получать Данные С КСН Но При этом Ничего Не отдавать Наружу То есть Грубо говоря Связь Однонаправленная Причем На физическом Уровне Грубо говоря Чуть ли не Провода режут Для того Чтобы Получать Только в одном направлении Информация Вот И таким образом То есть Первый вариант Который Стоит продумать Откуда Решение Будет получать Информацию Из облака Либо Надо Локально Предоставлять Еще один Сервис Вот Второй момент Это Тоже ключевой Это момент Производительности То есть Заказчик должен Четко понимать Какой объем Веб-трафика Через него Проходит Какой Почтовый объем Ну хотя бы Понятие Там в среднем Сутки Сколько там Десять тысяч Писен Приходит Входящих Именно Двадцать тысяч И так далее Какое количество Инпоинт Агентов Будет покрыто То есть Эти данные Являются ключевыми В том плане Что они Непосредственно Влияют На сайзинг На то количество Серверов Которое должно Быть развернуто Четвертый момент Это Соответственно Хотим ли мы Чтобы Почтовое решение Работало В разрыв То есть Сейчас все Технологии Работают в параллеле Ну грубо говоря Мы не прерываем Поток веб-трафика Вот прямо сейчас То есть Пользователь работает Как и работал То есть Для него Вот вся история Защитательно-направленных Атак Она где-то в стране Жизнь у него Осталась прежней Но В случае с почтой Есть возможность Почтовое письмо Сначала загонять В песочницу А потом Отдавать обратно Соответственно Здесь надо Принимать решение А хотим ли мы Чтобы письма Там с определенным Уровнем задержки Доставлялись пользователь Ну там В среднем Пять минут Например То есть понятно Что песочница Это не то Что там По щелчку пальца Делается Вот То есть Такие основные моменты Которые Необходимо Рассмотреть При проектировании Системы Да Еще вопросы Порог вхождения В эту систему Вот вы говорили Небольшая компания Вот Ну в целом Вот Я думаю Наверняка Вы прорабатывали Этот вопрос Каким компаниям Может быть Это интересно Ну не знаю Размер Прибыли И так далее На кого Направлен этот продукт Смотрите То есть Если брать По размерам То очень примерно Да Там Это организации От тысячи пользователей Ну От тысячи рабочих мест Однако Здесь стоит еще Принять во внимание Оценку рисков Внутри компании То есть Есть некие риски Которые Ну там Связаны С утечкой Конвенциальных данных С прямыми Финансовыми потерями Как это может быть В банковском секторе И если Величина рисков Конкретно Таких Кибератак Для организации Существенно Я уже не говорю о том Что может критично Повлиять на бизнес То в первую очередь Да Нужно рассматривать Такие системы То есть Если смотреть Вот эту линию Принятия рисков Там вот Мы построили Первый эшелон защиты И вот теперь Для того Чтобы эти риски Еще снизить Нам нужно строить Второй эшелон защиты А это как раз История защиты От целенаправленных Атак То есть Это либо Интерпрайз Крупный интерпрайз Либо компании У которых существенные Киберриски Которые закрываются Данным решением Понятно Дмитрий вопрос А в решении Ката Есть ли какие-то Дополнительные Вспомогательные сервисы Которые не совсем Направлены Скажем так На кибератаки Ну а например Там Что первое Приходит в голову Ну например Борьба с инсайдерством Потому что в целом Уже понятно Аналитика есть Все есть Есть Информирование Там допустим Службы безопасности И так далее А какие-то Дополнительные Вспомогательные сервисы Что может Заинтересовать Конечного заказчика Есть ли в этой системе Достаточно Сложный вопрос В том плане Что Борьба с инсайдером Ну вот если Просто к этой Системе Прикручивать Может быть В какой-то степени Реализовано Да там Какими-то скриптами Это можно Отрабатывать Плюс Система Ну там Грубо говоря Мы можем С помощью системы Выявлять определенные Файлы На рабочих станциях Может быть Это будет Вспомогательным средством Для какого-то Бизнес-кейса Можем Находить Запущенные Процессы Которые могут Сигнализировать Нам о чем-то Вот Но В большей степени Вот Такая Доп-история Она уходит На уровень Функционала На импоинте То есть Там Грубо говоря Что человек записывает На свои флешки Да там Это мы можем Делать Что человек Какие-то программы Пытается Запустить Это мы тоже Можем получать Информирование Об этом То есть Доп-вэлю Лежит Там На конечном узле Здесь Именно Задача Это Выявление Целенаправленной Атаки Большая Ценность Это Интеграция Со сторонними Системами Интеграция С С С С С Если Он все-таки Есть Там Внутри Организации И он построен Интеграция С С С С То есть История Именно Друбо говоря Внедрение Внутрь Процессов Заказчика Да И Которое Уже Реализовано За счет Наших Технологий Это Достаточно Большая Ценность Вот У меня Еще Был Вопрос По поводу Вот Вы говорили Про Веб Трафик А Помимо Веб Трафика У нас Есть Еще Большой Ну Веб Почтовый Трафик Как-то Система Анализирует Все остальное Ну По тому же Самому Пикапу Или Прочение Вторжений Прочих Вендоров То есть Немножко Не понял Вопрос Ну Смотрите У нас Сейчас Насколько Я понимаю Ну Был Разговор О том Что Ката Анализирует Трафик Который Идет От Пользователей Или К Пользователям С точки Зрения Веба И Со Стороны Почты А Как раз Вот Например У нас Опубликован Какой-то Наш Ресурс Наружу Как-то Ката Защищает Этот Ресурс Будет Ли Она Следить За Трафиком Который Идет К нашим Ресурсам Как Это Делают Обычные Системы ТПИ Да Я понял Смотрите Здесь История Закрывается Именно Конечным Агентом То есть Агент Смотрит Внутренние Сетевые Коммуникации Которые В доверенности Заказчик Идут То есть Вот Тот Сам Агент Про Которые Рассказывал Он Помимо Файлового Драйвера Имеет И сетевой Драйвер За счет Этого Он Может Анализировать То Что происходит Да Какие Подключения Какие Ну Приходящие Входящие Подключения Там Порт Протокол И так Далее И так Далее То есть Это Та Же История Которая Приводит Нас Например К Локальному IDS И Решению Да То есть Здесь Мы Можем Вот Эти Аномалии Выявлять Если Они Внутри Сети То есть Сетевые Сенсоры Каты Почтовые Веб Они Больше Про Внешние Связи Внутренние Связи Агентами Закрываются Дмитрий У меня Такой Вопрос Как раз Таки По Сетевой Части Есть Такая Уязвимость Она Достаточно Давно Известна Но Я Не Понимаю Почему Я Раньше Об этом Не Слышал Участниками Сети А и Б Вот И Через все Фаерволы Этот Зашифрованный Не Зашифрованный А Данные Внутри Ацепи Туннеля Будут Проходить Спокойно Через Фаерволы Единственное Отличие Может быть Размер Полезной Нагрузки Вот Каким Образом Система Которая Межсетевой Экран ДПи Которая Проверяет Трафик Она Может На это Отреагировать Или Это Каким Разрешать Только Определенное Количество Байт В Layload Интересный Вопрос Насколько Я понимаю То что Называется NextGen Фаерволами Они должны Вполне Успешно Работать С такими Моментами Если в Организации Грубо говоря Скажут Что Ребята Такие Истории У нас Не должны Иметь Места Быть То они Должны Отсекаться На уровне Межсетевого Экранирования А ваш Продукт Не включает Себя Межсетевой У нас В лаборатории Нету Межсетевого Экрана Сетевого Уровня То есть У нас Есть Только В Endpoint Агентах Локальный Межсетевой Экран А планируете Потому что По-моему Это достаточно Важная Часть Защиты Сети Мониторить Все это На входе Интегрироваться Может быть У вас Планируется Как-то Отдельный Продукт На эту Тему Потому что Был Кстати Вопрос По поводу Создания Вами NextGeneration Firewall Может быть Какого-то Фильтра Или еще Что-то Такое Напрашивается Да Я согласен Что это Тоже Одна из Ключевых Технологий Которая То что Называется Must have Единственное Не будем Лукавить Чтобы выпустить Действительно Хороший Цельный Продукт Это требуется Определенное Вложение И определенное Время Ну то есть Я уверен Что там Даже за Два года Вряд ли Мы напишем Что-то Что приблизит Нас К лидерам Рынка Ну то есть Может где-то Рядом Будем Но не Лидеры Все равно А на Текущем Рынке Вендоров Которые Достойные Межсетевые Экраны Производят Ну честно Признаемся Достаточное Количество Поэтому В этот рынок Сейчас выходить Именно Вот с Конкурентным Решением Ну вот Это моя Позиция Да Я не вижу Смысла То есть Есть смысл Войти Именно в сторону Интеграции С этими Историями Да То есть Дружить Вместе Это Пожалуйста И это Мы уже Делаем Сейчас Хорошо А Инпоинт Межсетевой Экран Он способен Следить Данный Канал Или Он будет Сама Система Будет Отслеживать Уже Непосредственно Как Говорил Денис Что Что-то Где-то Запустилось Какой-то Там Непонятный Там Неправильный Ну Понимаете Да Я понял Конкретно Эта История Очень Похожа Как раз Таки На Работу Дениса В том Плане Что Что-то Непонятное Запустилось Что-то Непонятное Происходит Единственное Что могу Сказать Что Если В рамках Этого Канала Что-то Будет Скачиваться Какие-то Файлы То Они Попадут Под Инспекцию Файлового Драйвера Поэтому Ты Тоже Особо Не Пройдешь Тут Единственный Вопрос Наверное Это Утечка Данных По этому Каналу Что Не Очень Хорошо Вот Но Здесь К сожалению Ну К сожалению Там Длп Какого Функционала Такого У нас Тоже Нет Именно Нет На Длп Не Отвечал Но Именно Длп У Рабочих Станций Ну Времена Как это У нас Такие Что Опять Таки Рынок Длп Достаточно Сильно Занят И В том Числе И Российских Вендоров Ну Достаточно Сейчас Я Страничку Гугла Открою Веду Длп У меня Там На всю Страницу Уже Будет Предложение Поэтому На текущий Момент Вступать В эту Стезю Да Там Есть Более Интересные Задачи В части По развитию Актуальных Продуктов Таких Как Ката Ну Это Конечно Немножечко Офф Топик Но Что-то Я Не помню Таких Адекватных Русских Российских Вендоров По Длп Потому Что Да Там Есть Европейцы Насколько я помню У нас Даже Там Товарищ Из Линд Мяпа Был На эту Дему Подкаст Но Насколько я Реально Помню Действительно Таких Толковых Длп Которые Там Были Вот Покрывали Всю Инфраструктуру И были Хоть Как-то Сравнивы С Европейскими Американскими Израильскими Вендорами У нас Нет Да Там Мы Не говорим Про Search Reform Потому Что Ну Не знаю Я вот Сколько раз С ними Сталкивался И у меня Не было Ощущения Что это Действительно Полноценный Какой-то Такой Знаете Полностью Законченный Продукт На предмет Целикового Поиска По Извимостям Да Он был Достаточно Хороший Точно Так же Как Endpoint Но Что Как-то Может быть Я мало Знаю Но Из того Что я Слышал Не сложилось У меня Такое Впечатление Что Это Действительно Полноценный Монструозный ДЛП Ну И сейчас Обидели Одного Очень Немаленького Вендора На территории России Который В цифровой Экономике России Там Участвует И так далее Ну Как бы Мои Лучшие Ни Никак нет То есть Никак Ни Слушай Дим А можно Я еще Чуть На твою Полянку Тоже Влезу По поводу ДЛП А помнишь У нас Было Ну Не то Что Не назвать Полностью ДЛП Но В Майкрософт Манеджмент Консоли Можно Было Открывать Настройки Как минимум Фильтрации Почтан На экченже По правилам Хипа И так далее Если помнишь Этот Ну Не то Что Продукт А такой Наш Плагинчик Можно Про него Рассказать Тему ДЛП Помнишь Такое Да Конечно И прекрасно Помню Этот продукт И К сожалению В декабре 2017 года Этот продукт Славно Покинул Нашу Компанию И больше Его нет У нас Вот Но там Фишка была В том Что мы Интегрировались С SharePoint Серверами И серверами Почтовыми Exchange И соответственно Там можно Было По правилам Выявлять В переписке Какую-то Да там Утечку Конф Информации На SharePoint И так далее Вот Но Как это Дела минувших дней Такого продукта У нас уже нет И на текущий момент Возобновление Его жизни Тоже не Представляется Возможным Понятно То есть Я правильно понимаю В итоге Вы сконцентрировались В общем-то В основном На структурной Какой-то Безопасности И на Эндпоинт Да То есть Здесь Эндпоинты И Средства Защиты Направленных Атак Соответственно И все Что с этим Связано То есть Очень большой На самом деле Сейчас вопрос Это организация Security Operation Центров И вот Для них Мы там Соответственно Тоже Развиваем Своё предложение А можете Рассказать Про такую вещь Я на презентации Слышал Я думаю Может быть Коллегам Тоже Будет Интересно По цеху Это Security Как сервис Что-нибудь Про эту Тему Можете Рассказать От вашей Компании Да Смотрите То есть Это Это Сейчас Достаточно Такая Животерпечущая Тема В России То есть Вот Какой сервис Там Грубо говоря Заказчик Может позволить Себе Отдать На Аутсорс Здесь Мы предлагаем Ряд Вариантов И один Из них Очень Такой Легкая Интересный Интересный Сервис Касперский Менеджет Протекшн То есть Грубо говоря Вот Есть У нас Там Эндпоинт Агент Есть Ката Они Генерируют Какую-то Активность Да Но Соответственно Задача Уэндпоинта Очень простая Да Там Сказать Да Нет Это Вредонос Не Вредонос Вот И там Много думать Ему тоже Не дадут Потому что Иначе Пользователи Начнут Ругаться И есть Ката Которая Генерит Инциденты Но Которые Надо Там Разбирать Откровенно И Соответственно У нас Получается Два Канала Которые Надо Обрабатывать Так Вот Наши Специалисты Придумали Способ Как С этим Всем Можно Работать Накрутили Достаточно Интересную Инфраструктуру Которая Вот Стоит Ну Есть Репетиционная Большая У нас Серверный Кластер И Есть Рядом С ним Кластер Security Operation Центра Для Внешних Пользователей То есть Задача Этого Кластера Соответственно Обрабатывать События Непосредственно Заказчик Ну Через Так Называемые Ханты Ну То есть Там Свет Аналитик У него Есть Своя Глава На Плечах Он Думает Что Вот Новая Тема Вот Я Хочу Ее Детектить Чтобы Можно Было На Всякий Случай По Этому Штуке Проверяться То есть Это Не Полная Корреляция С Нашими Сигнаторными Базами А Это Еще Дополнительная Работа Аналитиков И Прорабатывают Аналитики Которые Латают Отчеты Если Инцидент Какой-то Сложный Отдается На Вторую Линию Ну Если Совсем Беда Да Это Целенаправленная Атака Либо Новая Техника Которой В мире Раньше Не Было Либо Еще Какая Это История Это Отдается Уже Специалисту По Данной Отраси Линтам Типа Это Вредонос Майнер Это Шифровальщик Это Какой-то Троян Который Пейлоуд Загружает Определенный И Это Дальше Расправляется То есть Пока Вот Все Эти Этапы Проходятся Заказчику Приходит Отчет Что Грубо говоря У тебя На таком-то Компьютере Найдено То-то То-то Делает То-то То-то Для Того Чтобы Обезопасить Себя Нужно Сделать То-то То-то Если Заказчик Говорит Что Блин Я не знаю Что мне Делать Грубо говоря У меня Людей Нет Чтобы С этим Инцидентом Разбираться Мы говорим Окей Вот Команда Emergency Response Team Команда Реагирования На Инциденты Вот Она К вам Приезжает Вот Она Расследует Данный Кейс То-то Это Да Все В рамках Аутсорс Модели Модели Security As a Service А можно Я дополню К вопросу По поводу Направления На которых Компания Сконцентрировано Я хотел Еще про Индустриальную Безопасность Немножко Ну Либо Дима Скажет Ну Да Смотрите На самом деле Очень большой Кластер Я сейчас Немножко Отнес его Конечно Варварски К Эндпойнту Но Это Не совсем Так Отдельный Большой Кластер Это Безопасность Индустриальных Сред И Безопасность Интернета Вещей То есть Вот По этим Двум Направлениям Может Быть Слышали Когда-нибудь Про Касперский Секьюрити ОС То Что Мы Разрабатываем Уже Долгое Время И Сейчас Есть Прототипы И Самой Операционной Системы И Определенных Модулей Которые Можно Встраивать В Интернет Вещей Ну Такие Там Домашние Роутеры Маршрутизаторы Какие-то Другие Вещи То есть Вот Эта История Безопасности Которая На самом деле Выглядит Очень Очень Перспективной На будущее Да И Второй Момент Это Безопасность Непосредственно Индустриальной Сети То есть Сталилитейное Производство Нефтедобыча Нефтеперегонка Переработка И Просто Производство Каких-то Деталей И так Далее И так Далее Вот Вся Эта История Там Где Есть Различные Умные Контроллеры На которые Тоже Могут Быть Атакованы И Компрометированы Есть Рабочие Станции На которых Задаются Технологические Параметры Которые Тоже Взламывают И Компрометируют Причем Вот Когда Был Вонокрай Параллельно Ну Вот То Что Была Слышимая История А Также Была Невидимый Плаф Когда Организации Которые Занимаются Производством Точно Так же Страдали Вы Входили Из строя Там На какое-то Время Вот Из Публичных Вот И то есть Эти станции Надо защищать Но подход К ним Требуется Гораздо Более Деликатный В том Плане Что Любой Фолз Позитив Может Повлиять На Технологический Процесс А это Очень Большие Деньги Для Компании Здесь Мы Работаем По защите Ингпоинта И по Защите Именно Сетевого Периметра И Мониторинга Сетевых Коннектов В том Чисто Технологических А Технологический Трафик Это Вообще Другая История На Соответственно Научились С ним Работать И Выявлять Аномалии В нем Понятно А если Мы Заговорили Про Какие Убытки У Компаний Как Касперский Вот Например С точки Зрения Продукта Ката Отвечает За Свой Продукт Перед Заказчиком Есть Лаборатории Касперского Перед Заказчиком Который Решил Потратиться На Такую Стоящую Систему Которая Должна Там Решать Достаточно Глубокий Спектр Вопросов По Информационной Безопасности Да Я Согласен Вопрос Достаточно Интересный То есть С одной Стороны Были Вложены Средства С другой Стороны Риск Не Закрылся На 100% Всегда Остается Какая-то Однотысячная Которая Вдруг Выстрелит И Эта История На самом Деле Сейчас Уходит В Направление Которое Называется Страхование Кибердисков Это решение Сейчас То есть Эта линия Сейчас Развивается На территории России Насколько Я помню Уже Есть Банк Даже Два Банка Которые Активно Прорабатывают Это направление По-моему Еще не Выпустили Данный Портфель Но он Прорабатывается И То есть Данный Вопрос Он Ну То есть Насколько я знаю Ни один вендор Не берет Эти риски На себя Но Мы можем Сотрудничать Именно с такими Компаниями Которые Страхуют Данные Кейсы И здесь Заказчик Соответственно Может Все равно Себя Застраховать От этих Убытков И даже В случае Ну там Грубо говоря Ты купил Каспу Тебе Поплатили Если что-то Произошло Как-то так Вопрос В два У меня По Касперский Ос Я правильно Понимаю Что это Кастомизированный Линукс С вашей Обвязкой Вот Это первый Вопрос Второй Вопрос Что касается Ката Тут Крики Из зала Почему так Дорого По поводу Первого Вопроса Нет Это не Линукс То есть За основу Не было Взято Ни одно Из ядер Это Действительно По честному Написано С нуля Операционная Система С одной Стороны Это очень Большой Плюс В плане Безопасности Нюансы В плане Интеграции С другим Софтом И Драйверами И так далее И так далее Ну то есть Это та вся Обязка Которой Нужна Пользователю Поэтому Мы себя Сейчас Ни в коем Мир Не позиционируем Как замена Операционной Системы На рабочих Станциях Это именно Решение Которое Для конкретных Проектов А по поводу Дороговизны Опять таки Я не могу Сейчас отвечать Могу Только Своё мнение Сказать Что Да Грубо говоря Есть рынок Который Решение Продает За определенную Сумму денег Такого класса Есть зарубежные Вендоры Которые Продаются Еще дороже И соответственно Там есть Бизнес-аналитики Которые У нас Работают И Ну там Если сложить 1 и 2 Ну странно Выходить на рынок И сразу Его демпинговать И говорят Что все ребята Теперь Все по другому Ну опять таки Косты Достаточно Большие За этим Стоят Я знаю Что у нас Существенная Команда Разработки Которую Сейчас Ну Все прекрасно Знаете Что после того Как Произошел Кризис У нас Разработчиков Стали активно Либо хантить Либо переводить На зарплаты Долларовые Там И так далее И соответственно Чтобы работать На территории России И разработчикам Конкретную зарплату Предлагать Ну требуется Определенное усилие Ну вот это то Что я просто Со стороны вижу Поэтому вот как-то Мы переходим К тому Что есть вот сейчас Так Я понял Спасибо Еще возвращаясь К предыдущему вопросу По поводу Случилось у нас Случился какой-то Инцидент Непонятно Там почти вине Вот Тут это страхование Кибер рисков В данном случае Производится какое-то Расследование Чтение логов Там туда-сюда Возможно Там человек Ну админ Да там Да что там Я сейчас отключу Там на 30 минут Надо софтинку запустить И в этом случае Как бы он виноват Я правильно понимаю Что происходит Расследование Прямо как Как оно должно быть Или это как-то там По-другому решается На словах Там не знают Да Естественно То есть В данных кейсах Будет проводиться Расследование Потому что Если инцидент Произошел Именно по вине Внутри заказчика То есть Ну грубо Когда вы что-то страхуете Вы говорите Я не буду делать То-то-то-то-то Окей Но если Какое-то из этих Действий вы сделали Если сам админ Ну вот Есть реальная история Когда администратор Сам взял майнера Запихнул его В установочный пакет И отправил там Порядка на Несколько тысяч машин Внутри организации Вот Ну как бы Это инцидент Да Но виноват Грубо говоря Там не средства защиты А виноваты люди Которые там Внутри работают Вот То есть В таких моментах Я думаю Страховая Они тоже же деньги считают Они не будут Идти на встречу Заказчику И говорит Что Конечно Мы вам сейчас Все покроем Все ваши риски Вопрос из зала По поводу Касперский фри Он как вообще Живет Его можно использовать Для лично Для семьи Что называется Или это просто Там Некая такая Вариант Реалки Которую ты Просто пробуешь И потом Любому должен Купить Полноценный пакет Продуктов Нет Это Действительно Бесплатная версия Антивирусного продукта Касперский фри Она доступна Продукт И направление Развивается Ну Естественно Как и любые Другие бесплатные продукты Он будет иногда Вам показывать рекламу Что Не хочешь ли ты Там перейти На другое решение И там Соответственно Описание плюсов Каких-то Вот Но Как бы Сам продукт Вы можете использовать Там Хоть год Хоть два Хоть три Пожалуйста Ну то есть Для дома Например Если по какой-то причине У тебя там Ты Морально Или физически Не хочешь использовать Встроенное В Microsoft Антивирус То ты Соответственно Там Можешь скачать Вот этот продукт И это будет Абсолютно нормальная Защита Без того Что Это будет просто Видимость Какая-то Ну смотрите Там Сразу хочу сказать Что Нету Некоторых Технологий В частности Там нет Систем Вочера Того же Самого В бесплатной Версии Он не включен Но там Есть Вот Эвристический Сигнатурный Анализ Да То есть Для большинства Вредоносцев В принципе Вполне Подойдет А как Вы теперь Живете Ну То что Живете Это немножко Неправильно Некорректный Вопрос Стало ли Тяжелее Продвигать Свои продукты Когда Майкрософт Выпустил Свой Собственный Антивирус В том Плане Стали ли Люди Просто Отказываться От антивирусов Или это Закрытая Информация Или Вы просто Не заметили Что Вышел Какой-то Еще Продукт Встроен Операционную Систему Ну Смотрите Если Говорить Про Энтерпрайз Заказчиков То На территории России Какого-то Давления Мы там Не почувствовали В этом Плане Если Говорить Про Домашних Пользователей Ну Соответственно Это рынок Всегда был Сложный И там И Кроме Микрософта Хватает Да Там Бесплатных Решений Поэтому Ну Какого-то Дополнительного Там Падения Либо Еще Чего-то Тоже Замечено Не было То есть Ну Я Нет Наверное Некорректно Будет говорить Я поэтому Ничего Не скажу Понятно А с другой Немножко Старно Хочу спросить А стало ли Заметили вы Общее уменьшение Там Как бы Количество Проблемных Компов Или Ну Если есть Такая Статистика Какая-то Да Там С того момента Как Майкрософт Принудительно Стал в своих Продуктах Внедрять Антивирус То есть Уменьшивалась Ли Там Общая Какой-то Там Фон Увеличился Ли Общая Безопасность По Больнице Не знаю Как-то Правильно Описать Но Суть в чем Вопрос То есть Антивирусные Решения Они все Продвигаются У нас сейчас Даже масс-медиа Которые Никогда К компьютерным Технологиям Относились Как К каким-то Непонятным Вещам Стали потихонечку Продвигать Все эти Рассказывать Про безопасность Про то Что у нас Шифровальщики На первом Канале В новостях Даже Шифровальщики Стали обозревать Ну Вообще Для меня Дичь Ну Суть-то Не в этом Стало ли По вашему Мнению Является Ли решение Компании Майкрософт Включить Вот этот Антивирус Добром Или это Просто Как бы Там Очередной Виток И мы В общем-то Особо Ничего По этому Поводу Не заметим Ну Грубо говоря Это попытка Коллег из Майкрософта Выйти на Очередной Рынок Инициатива В принципе Ну там Если не брать Что это Конкуренция Лаборатории Касперского В принципе Инициатива Неплохая Но мы знаем Что не все Проекты Майкрософта Вот такие Которые Не относятся Как к бизнесу Выстреливали Прям очень хорошо Вот поэтому Посмотрим Какой-то статистики Лично У меня нет И я не видел Насколько Мир стал лучше После выхода От Майкрософта Может быть У Майкрософта Есть такие данные Но у нас нет Может быть Денис что-то скажет Не знаю Слушайте А у меня Во время вопроса Мне сначала Хочется прокомментировать Даже не МС Мне хочется прокомментировать Насчет появления В федеральных новостях Нашей тематики Мне очевидно Стало больше В последнее время Мне кажется Совершенно понятно Почему Что у нас просто В очень последние годы Крайне быстро Практически по всему миру Растет зависимость От IT Причем она Растет С какими-то Дикими темпами И поэтому Любой Может быть Даже Ну и атакующих Очевидно Стало больше Даже если Вот этот вот фактор Убрать То любой Любая успешная Атака Любой сбой Он намного больше Задевает Людей очень далеких От наших Ибэшных тем То есть Как только Знаете Раньше в банк Выходили Живое отделение Оффлайновое И какие-то их Внутренние Айтишные проблемы Мало касались Нормального клиента Да Далекого от компьютеров А вот теперь Когда у всех эти Банкинги Стоят на смартфонах То сразу же Избер через секунду После сбоя Начинает Огребать Службу поддержки Ну не важно Какой банк Любой крупный банк После сбоя В банкинге Мобильном Службу поддержки Получает Огромное количество Обращений Поэтому совершенно Понятно Что все Криптолокеры Добираются И до Федеральных каналов И до основных Упусков новостей Это братья Такие Битубишные Потребительские вещи В этих вещах На вроде Электростанции И прочего Тяжеляка Тоже есть Интересная вещь Там Почему Индустриальную тему Пошли Наверное Отчасти Что Изначально Все эти инфраструктуры Будь то Атомные станции И так далее Они разрабатывались Как закрытая Какая-то Экосистема Куда не предполагался Какой-то Вход Снаружи А сейчас Неочевидным образом Так или иначе Открываются Не так Что просто туда Конечно Сорвенческий кабель Протянули Но тем не менее Какие-то Обновления То есть Какой-то туда Ручеек В виде флешек Или еще Какого-то Канала Сети С внешним миром Он существует И поэтому Все эти Тяжелые Битусишки Они тоже Начинают Страдать От тех Угроз Которые могут Прийти С этим ручейком С этими флешками По-моему И поэтому Довольно очевидно Почему Все стало Так шумно Так заметно Спокойно К этому Пошусь Ну спокойно В том смысле Что я понимаю Почему так происходит Мне кажется Причина в этом Вот А что касается Комментариев По поводу Конкретных Коллег Конкурентов Ну наверное Не очень хочу Конкретно Комментировать Там всегда Можно посмотреть Всяких Независимых Сравнивателей Которые нас Регулярно Оценивают Всех На рынке В принципе Независимых Данок Довольно Много Наверное Будет неправильно Если вендоры Сами будут Друг про друга Что-то Говорить Вот Ну я на самом деле Имел немножко Другое В виду Мне понятно Что делаю Если я начну Спрашивать Сравнение Каспекского С другими Вендорами Это будет Просто Неэтично И неправильно Я имел ввиду Что Общее движение Практически Всех вендоров Что сейчас Действительно Информационная Безопасность Становится Очень важна И наша жизнь Как Денис Правильно заметил Сейчас Зависит от Компьютеров Полностью Ну уже Практически Полностью Потому что Самолеты Летают В основном Автопилоте Все Там Все Там МЧС И прочие Службы В случае чего Там Они тоже Полностью Партизированы И Все вендоры Там Стараются Максимально Как бы Ну вот Я вижу Что идет Тренд Что Безопасность Начинает Переходить Из Там Вопроса Там Второго Третьего Четвертого Да При Там Каких-то Там Разработках Это Очень часто Сейчас Его Продвигают Просто Как Первый Вопрос Что Мы Безопасны Вы Сможете Спать Спокойно С нашим Продуктом Операционная Система Еще Четвертого Ну Это Я Поясню Что Я Имел Ввиду Может Чтобы Слушайте У коллег Не сложилось Починение Что я Пытался Какой-то Странный Вопрос Задать Чтобы Начать Холивар Нет Да Еще Кстати Тут Интересные Вопросы У нас Есть Например Антон Антон А можно Я Ворвусь Влезу Раз тут Немножко Начали Говорить Что О зависимостях Они бывают Разные Я Немножко Накину Антивирус На Андроиде Либо Там Еще Где-то Это Нормальное Явление Или Это Маркетинговая Штука Которая Вас Мысленно Обезопасит От чего-то Там Или Необходимость Что Прокомментируете Как Да Давайте Я Начну Это Вообще Не Маркетинговая История На текущий Момент По Статистике После Винды Следующая Заражаемая Операционная Система Это Андроид И Верья Там Миллионы Ну Грубо говоря Я не знаю Там У всех Наверное Есть Банковские Клиенты На Телефонах Их Атакуют Только Так Там Где Есть Возможность Напрямую Вывести Деньги Там Будут Атаки Сразу же Плюс Утечки Данных Чего Угодно Да Дима Куда-то Пропал Денис Тогда Наверное Может быть Немножко По вашему мнению Ожидать В будущем В ближайшем Будущем То есть У нас Там Эти Новогодние Праздники Были Просто Феерически Обрадованы Вся Вся Эти Инфраструктура Обрадована Ошибками Аппаратами В интел Когда Там Просто Начался Кипиш И Я лично Сидел Читал Эти новости С того же самого Хабра Еще что-то Я Понимал Что В общем-то Я попал И что Надо Что-то Очень Быстро Делать Как-то Менять Все Ставить Обновление Куда Дальше Пойдет Ваше Видение Куда У нас Дальше Пойдет Вопрос Безопасности Будем Ли мы Получать Все Больше Аппаратных Ошибок Или у нас Останется Все это По большей Части В области Софта Какой-то Прогноз На Может быть 2-3-4-5 Лет А мы Сейчас Как раз Оттолкнемся От Диминого Ответа Насчет Андроида С началом Которого Я полностью Согласен Во-первых Очевидно Что мы Последнее Время Немного С интеловых Платформ Передвинулись На менее Интеловые Тут Я имею Ввиду И роутеры И те же Самые Носимые Устройства И всякие Встроенные Датчики И сейчас Там С точки Зрения ИБ Такие Немножечко Может Если Не Девяностые То Явно Ранние Двухтысячные С точки Зрения Если Вы Посмотрите На Какое-нибудь Семейство Мирай Вредоносов То Вы Увидите Что Там Для Заражения Новых Устройств Используются Либо Встроенные Учетные Записи Либо Какие-то Пока Достаточно Несложные Узвимости Таким образом Мой прогноз Что Поскольку Здесь Вендоры На месте Не стоят Всех Тих Встроенных Систем Носимых Систем А не стоят Они на месте Потому что На них Регуляторы Давят Серьезным Образом Что Ребят Например Американская История Что В здравоохранение Теперь Не можете Поставлять Устройство Если Наш Аудит Увидел Там Я Сейчас Говорю От имени Регулятора И от имени Лаборатории То есть Регулятор Заявляет Поставщикам Устройства Мирпанское Здравоохранение Что Туда Не будут Поставлены Те То Оборудование Которое Себе Содержат Либо Предустановленные Учетные Записи Либо Уже Известные Уязвимости Отсюда Получается Прошли Эмпиловые Угрозы Это Именно Уже Нахождение Всех Зародеев Рост Стоимости Таких Найденных Уязвимостей На черном Рынке Просто Немножко С отставанием От традиционных Учительных Систем Только Намного Быстрее Все Это Ускоряется Плюс Они Станут Все Вот Эти Нетрадиционные Платформы Тоже Будут Все Больше И больше Использоваться В качестве Точек Кода При Проведения Атак Еще Одну Интересную Штуку Мы Видим Последние Можно Уже Сказать И годы Это Комплементация Supply Chain Комплементация Неких Поясню Подробнее Что-то Имеется Ввиду Если Помните С Историю С CC Клинером Берется Какой-то Популярный Совершенно Сторонний Продукт И Придумываются Достаточно Хитрые Методы Добавления К нему Уже Кода Который Нужен Злоумышленникам То есть Атакуются Не напрямую Финальная Жертва Атакуются Через То Программное Обеспечение Которое Через Закладочку Я понимаю В софте Да Закладка Это Да в том-то и дело Если бы Закладка Вот тут Закладка Это Например То Что Взял И Производитель Какой-нибудь Помышленный Маршрутизатор Изначально Добавил По просьбе Каких-то Товарищей Кому Он не Атаковать Вот эту Жертву Не напрямую А через тот софт Который Очевидно Поставит Самый неприятный Из известных Мне таких Каналов Атаки Это На уровне Интернет Сервис Провайдера Может помните Тоже Достаточно Много Шумели Они Устраивали То есть Например На тот момент Если я правильно Помню Даже Такой софт Как Винрар И опера Тогда еще Этим страдали Сама-то Страничка Даунлоуда Она была ДТПсная То есть Если бы Кто-то Попробовал Сделать Man-in-the-middle То нормальные Безовременные Браузеры Зашумели И сказали Что вдруг Не ходи туда Ничего Оттуда Не бери Не ставь Но при этом Страничка Была HTTPS А вот Скачивание Уже На ней Самого Дистрибутива Оно было Обычно HTTPS И вот Этим Как раз Воспользовались Для такой Supply Chain Атаки Они подменили Устроив 307 ответ Временное Перенаправление На интернет Сервис Что они либо имели влияние На этого ESP Либо они Смогли Проводить Раскомпрометировать В Ситиклинер Они интегрировали Какой-то вредонос И через него Собственно Я понял Спасибо Ну да-да-да Тут уж вряд ли О закладке Мы говорим В этом случае Я сейчас Пытаюсь сказать Про тенденцию Нахождения Интересных Векторов Новых векторов Заражения Которых Раньше Которые Раньше Не очень приходили В голову Ну вот И вот это Самая неприятная Штука То есть По сути Они через свою Дружбу И через свое Влияние На провайдер Услуг В интернет Они организовали Редирект На другой Дистрибутив То есть Человек Как-то Выглядит Со стороны Сидящего На этом Провайдер Идет Все Укачать Винрар А там Ему Переходят Совершенно Нормального Легитимной Странички Загрузки И попадает На совершенно Дистрибутив Винрар Он поставит Он еще Поставит Себе И кое-что Лишнее При этом И не проверяя Хэш Полученного Файла В принципе Это Крайне Сложно Заметить Так что То есть Обновился И обновился И как бы Да Винрар У тебя Действительно Нормальный И новый И то Что ты Хотел Ты получил Только Ты получил Не только Это И вот Эта Штука Неприятна И поэтому Я бы еще Назвал Среди Тенденции Помимо Всего Их нового Внимания К всяким Нинтеловым Встроенным Платформам За чего Собственно Мы и развиваем Что-то Индустриальное Доправление Это еще И внимание К новым Способам Распространения Потому что Все-таки И жертвы Тоже Учатся Продукты Которыми Пользуются Потенциальные Жертвы Тоже Учатся Секурные Продукты По информационной Безопасности Приходится Атакующим Что-то Изобретать Вот так Вот видится Какое-то Развитие Угроз Это поиск Новых Платформ Через которые Могут Заходить И атаковать И поиск Новых Способов Доставки Начального Заражения Вот то Что мы Сейчас Видим Тут я Еще Мог бы Тоже Да Коллеги Подсказывают Вспомнить Тоже В прошлом Году Был Связан На Украине Соответственно Через Углаторское Приложение Медок Которое Использовало Практически Там Чуть 90% Организации И тоже Команда Циска Таллас Занималась Расследованием И соответственно Было установлено Что действительно Тоже был Скомпрометирован Сами разработчики Изначально Да И затем Соответственно Получен доступ Внутрь сети И там уже Была пересобрана Версия С дополнительным Пейлодом Который уже Там запускался В сети И так далее То есть Там достаточно Много подробностей В отчете было Но я хотел бы Так еще С другой стороны Немного зайти По поводу того Что уже сейчас Наблюдается Это Пример активная Тоже То что Антон Слегка упоминал Активное Скрытие Сетевой активности То есть Общение С управляющими Командными Серверами То есть То что мы Сейчас видим Это Самые различные Варианты Могут использоваться Даже Фреймворки Известные Тот же Самый Повышал Empire Или Куба Страйками Тасплайт И так далее Они позволяют Кастомизировать Опции Соответственно Связь Командного центра С уже Развернутыми Агентами По HTTPS Обычно Происходит Используются При этом Валидные Действующие Сертификаты И так же Кастомизируют Опции Get Запросов Юзер Агенты Заголовки Хост Аксепт Куки И так далее Это все Достаточно Эффективно Позволяет Некоторые Те же Сигнатуры Обходить И так далее Кроме Этого Можно Вспомнить Не так давно Где-то Месяц назад Был Обнаружен Банковский Троян Который Общался С Своим Управляющими Серверами Используя Microsoft Искейл Запросы Это Вообще Метод был Наверное Впервые То есть Мы здесь Наблюдаем Самые Разнообразные Варианты Именно Вскрытие Трафика С управляющими Серверами А как это И можно Поподробнее Как он С помощью Искейл Запросов Общался С агентом Ну Такой Еще Где-то Были Размещены Искейл Сервера И соответственно Троян Он подключался К ним Отправлял Команды Получал Ответы И так далее То есть Это достаточно Такой Интересный Понятно Последний Инноваций Который я видел В общении С контрольником Мне понравилось Когда Инжектили На уровне Драйвера В RDP Трафик Они ставили Филтринг Дис Драйвер И в RDP Трафик Инжектили Их ДТП С пакеты Это вообще Конечно Была песня Еще У меня такой вопрос Очень много Сейчас Стало Периодически Попадать В сеть Информации Сталина Исследовать Как мы уже сказали Не интеловые Платформы И Я с завидной Периодичностью Вижу Большое количество Статей О том Что вот Исследователи Такие-то нашли 500 тысяч Домашних Роутеров С какой-то Дыркой Следующий Исследователь Нашли 300 тысяч Домашних Роутеров С такой-то Дыркой И прочее Вы не Предполагаете Делать Скажем так Для дома Может быть Для конечного Пользователя Это не совсем Для интерпрайза Но может быть Для интерпрайза Тоже интересно Некие Системы Которые будут Как раз Смотреть И в сторону Не интеловых Платформ Ну Примерка Того Что я говорю То есть Я поставил Дома Антивирус Касперского Какой-то Интернет-центр Например Он мне Просканировал Сетку Сказал Что Дорогой Товарищ У тебя Там В сети Есть Какой-то Там Я вижу Три Устройства Там Носимых Устройства Один Планшет Два Два Еще Каких-то И Например Твой Роутер Зуксель Или Длинк Или Тплинк Которые Имеют Вот такие Вот Например Дырки В безопасности И Нажми ОК Чтобы Я Пропатчил Или Вот Тебе Ссылочка Сходи Чтобы Это Дело Поправь Нет У вас Мысли Идти В эту сторону Или Камеры То же Самое Сейчас Достаточно Часто В Видеокамерах Которые Подключаются В интернетах Домашних Веб-камерах Тоже Находят Достаточно Большое Количество Уязвимостей И делают Из них Ботнеты Вскрывают И прочее Похоже Дима Отвалился Тогда Я буду Отдуваться За этот Продуктовый Вопрос В обратном Порядке Действительно Если Устройства Такие Выбирать То это Будут Дивиарки Диджитал Видеорекордеры Веб-камеры И роутеры Совершенно Понятна Логика Атакующих Они просто Хоть и маломощные Но они Постоянно Торчат Во внешней Сети Как правило На хороших Каналах Поэтому Для организации Дидосов Они вполне Годятся Вот их И заражают Дальше Насчет По сути Тот функционал Который Вы описали Это больше Похоже На сканер Уязвимостей Проверить Насколько я знаю Сканер Именно уязвимостей Этим Мы не Не занимаемся Но Тем не менее У нас есть Патч менеджмент В продуктах Но это Виндовый Патч менеджмент Что касается Тех же роутеров Что тут Мы предлагаем И на уровне Пользователей Здесь есть На уровне Разработчиков Они могут Использовать Наши фиды Фиды Содержат Данные О вредоносных О вредоносных Доменах Айпишниках И Понятно Самих файлах И соответственно После этого Сам роутер Может Фильтровать Но тут На таком Сетевом устройстве Очень интересны Фиды По доменам И по айпишникам И насколько я знаю Этим Хардверные Вендоры Пользуются Такими фидами Они Встраивают Обращение К нашему Бездафидам Устройства И после этого Уже Само устройство Не будет Ходить на Тот же самый Контрольный Сервер Или на Какой-нибудь Бутнетный Ресурс Что еще Что еще Да и дальше Надо сказать Что из Индустриального Направления Там же Помимо Операционной Системы Есть такой Продукт Кикс То есть По сути Это выделенная Так Выдернутый Из операционной Системы То что Можно поставить Там понятно Что это Сформированный Рынок На встроенных Системах Контроллер СИНС Еще какой-то Там есть Определенный Набор Осей Которые Уже Ставят Будь это КОНХ Далее по списку Такие как правило В реальном Времени Оси Так вот Кикс Это Для тех Кто Не хочет Сразу Ставить Касперс КОС Поэтому Должна Собраться Какая-то Экосистема Разработчиков Которые Будут Писать Весь Нужный Софт Для этой Оси А кто Хочет При этом Пользоваться Подходом Безопасности Реализованным Касперс КОС Но При этом Сохранить Тот КОНХ И далее Ту Операционную Систему Которая Уже Существует Можно Накатить Поверх По сути Накатить И сожалению В этом Случае Это Не Коробочный Продукт Это Такой Уже Интеграционный Проект Сработчиком Того Ж Роутера И Здесь Скорее Свою Будет Не Домашний Роутер Туда Все-таки Вряд ли Будут Они Настолько К ним Подходить К домашним А вот К Всяким Уже Более Тяжелым Маршрутизатором Вполне Ну вот То Что Мы Сейчас Предлагаем Для Таких Нентеловых Платформ Если Тут Дима С нами Может Он Что-то Еще Вспомнит Из нашей Линейки Что Имеет К этому Отношение Ну и Плюс Если Берем Линуксовую Систему Для Линукса Есть Сами Традиционные Продукты Версии Как правило Там Линукс В таких Устройствах Нет Бези Бокс Либо Какая-то Фирма Еще Такой вопрос Был у нас В чатике Достаточно Даже Не вопрос А скорее Такой Вот Насколько Линукс Сейчас Безопаснее Чем Майкрософт Виндовс Ну Понятно Что Линукс На данный Момент Гораздо Менее Распространен Для На Конечных Устройствах Он Практически Мало Где Используется Крупном Энтерпрайзе И прочее Но По данным Лаборатории Касперского С точки Зрения Количества Вирусов Для Другой Платформы Является Ли одна Кто-то Из них Более Безопасным Ну Тоже Такой Хуливарный Вопрос Давайте Все-таки Отвечу На него Так Что Количество Вредоносов Для Какой-то Платформы Все-таки Определяется Ее Популярность Линукс Крайне Популярен На Вебных Ресурсах И На самом деле Если Он Не Захардененный Линукс То Честно Говоря Для Упертого Маларчика Каких-то Прямо Принципиальных Каких-то Феноменальных Проблем С заражением Я не вижу То есть Будь им Нужно Собирать Деньги С кошельков Которые бы Находились На Линуксе Я думаю Что они С этой задачей И справились И просто Своя Специфика Свои методы И персистенции И заражение И так далее Не хочу И наверное Даже не могу Сравнить По безопасности Разной Операционной Системы Просто Слишком много Большого числа исследования Просто везде Свои особенности И вот так вот Кратко Не хочу Отвечать Этот лучше Этот хуже То есть Я бы сказал Что сейчас Когда мы смотрим На количество Вредоносов Там и там Все-таки Дайте помнить Про области Применения Той и той Платформы И держать Это в уме И не относить Только насчет Тех механизмов Безопасности Которые В операционной Системе Дмитрий Вопрос А у нас Ну вообще У Касперского Идет ли развитие В сторону Вот линуксовых Дисктопных версий По крайней мере Многие компании Там если Есть возможность Они Там В силу Тех или иных Задач Начинают Переходить На дисктопные Версии Линукса Вот Касперский С точки зрения Endpoint Security Ну и последней Интеграции Последующей Интеграции С Катой Ведет Разработку Какую-то В эту сторону Ну или пока Из-за Такого Незначительного Количества Подобных Компаний Это им не интересно Ну вам Не интересно Ну давайте я скажу Что я знаю Принусовые продукты Они собственно Существуют И линукс Мэйл Секьюрити И линуксовые Тоже Он есть И это не Не то что Мы вчера Разработали Они уже Какое-то время Живут А с Катой Они синтегрированы Как-то Знаете Это уже Больше К продуктов По интеграции С Катой Линуксовых Продуктов Тут я вам Не отвечу Верняка Ну в общем Понятно На мой взгляд При распространенности Линукса По сравнению С виндовсом Да Там для дисктопных Систем Там Понятно Что В общем-то Ни одна система Не является безопасной Да Ну по-моему Люди будут Гораздо меньше Заморачиваться На какие-то Там Взлом Линукса Нежели Там на Виндовс Просто банальный Отдач Антон Когда станет Линукс Популярным Опять все Начнут работать Под рутом Не Я с этим Согласен Абсолютно То есть Как бы Я о чем Хочу сказать Что На данный момент Безопасность Линукса Безопасность Линукса Является Ну да Вот как бы Немножечко Такой старый анекдот Неуловимый Джо А он действительно Такой неуловимый Нет Он просто Нафиг Никому не нужен Вот и Как бы Я к чему Веду Потому что Я очень часто Слышу Людей Которые Либо Недавно Пришли В профессию Либо По каким-то Своим Соображениям Считают Что Линукс Является Супербезопасной Операционной Системой И то что Ее надо Тащить везде Где только можно И вообще Настанет Благоденствие Для всех И я как бы И хотел Там еще раз В очередной раз Акцентировать Момент на том Что Безопасность Линукса Основной Защитный Защитный Механизм Линукса Это его Слабое Распространение На десктопе Соответственно Там Если кто Почитает Ну как бы Кто действительно Хочет Поинтересоваться Как сказали Уже коллеги Взломов Веб-серверов И прочего И прочего И прочих Механизмах И взломах Уже достаточно Давно И те Кто хотят То те Давно уже Получают доступ К сайтам И все Это ломается Это Ну в связи с тем Что мало Он распространен Для десктопов И мы Соответственно Мало об этом Слышим Да Теперь тебя слышно Извиняюсь Беспроводные технологии Меня подвели Сегодня немного Я просто Дополню немножко То что продукты Есть Есть давно Денис сказал Интеграция С Катой Сейчас Ее на текущий момент Нет Но в планах Она есть То есть Естественно В эту сторону Мы идем Потому что Многие компании В частности В России В эру Так называемого Импортозамещения Смотрят в сторону Перехода На какой-то Отечественный Линукс Вот И в другой момент Да Вот по поводу Защищенности Линукс Операционной системы Можно почитать В том году Был отличный кейс Ну как отличный Интересный В том плане Что Одного хостер Провайдера Зашифровали Ну провайдера Рекламы Зашифровали Линукс Его сервера Именно шифровальщик Для Линукс Был И коллеги Там Очень большое Выкуп Выплачивали В итоге Ну в плане Того Что Кейсы есть Инциденты Есть И Линукс Это не панацея Атаки Понятно А что С искусственным Интеллектом И нейросетками У вас там Как Любимая сейчас Тема Просто машинное Обучение Ну хороший вопрос То есть да Если говорить Про машинное Обучение Оно есть На уровне Ката И ряд Других продуктов Тоже обладает Различными Движками Которые работают Именно Со статистикой С так называемой Бигдатой То есть все Что направлено На аномалии Оно Именно по пути Новых технологий Именно нейросетей Реализации нейросетей Нету Точно знаю В планах Вот не могу сказать Вот пока еще Надо подумать Как эту технологию Вообще применять Для вот нашей задачи Которую лаборатория Косферского решает Я сходу Не могу придумать Ну просто Я уже неоднократно Слышал на многих Там Форумах безопасности Что там В ближайшее время Мы придем к ситуации Что защитить нас От Того количества Новых атак Может только Грубо говоря Машина обучения Нейросетки И в общем-то Человек будет Только отчетики Смотреть о том Сколько Атак отбили Машины Машин Собственно Роботы Роботы Вердикт Анализируя Набор критериев В новых Самплах Роботы С вердикта Создают Сразу В виде боевых Насколько мне известно Сейчас эти вердикты Не появляются То есть требуют Проверки Людьми То есть получается Мы сейчас больше верим В такое взаимодействие Хьюм и Шин Человек И машины И Я сегодня уже говорил Что в конце Как мне видится Какой-то живой эксперт Он Пока нужен Потому что Ну Из живого опыта Когда я смотрю На то Что сейчас На сегодня Создается Робот Это дико полезно Это дико снимает Нагрузку По анализу Очень Больших Объемов Данных Но Это до конца Человека Не выбирать Я пока вижу Те области Где Не придумал Как можно было бы Заменить Роботами Нас Вот Может просто Это я не вижу То есть Мое вот Такое видение Использование Машинлернинга Я бы использовал Термин Не искусственный интеллект А машинное обучение В этом случае Ну не важно Это логический вопрос Вот Так что Оно есть Даже я вижу Те вердикты Которые роботы Создают Но не считаю Что они сейчас По 100% Самостоятельные Уже Могут работать В отрыве От людей От аналитиков От живых Понятно Ну в общем Ближайшие там 3-5 лет Работу мы не потеряем Это хорошо Коллеги Мы уже там Достаточно долго Общаемся Почти сколько Два с половиной часа Поэтому я предлагаю Закругляться нам Есть кто Что еще хочет Добавить Молчание Былым ответом Надо подрезюмировать Что мы сегодня поняли Да Я как раз Вот хотел Высказать Резюме О том Что Информационная Безопасность Действительно Как уже мы Неоднократно Сегодня Отмечали Становится Нашей Неотъемлемой Жизнью В общем-то Если раньше Все думали Про физическую Безопасность Сломалось Сломалось Что-то Колесо У машины Еще что-то То Теперь сюда же В вещь Которую мы По сути своей Если громко сказать Должны каждый день Бояться Это действительно Появляются Уже вирусы Безумные страшилки Позволяет Нам Достаточно Неплохо Консолидировать Всю информацию И там Держать Инфраструктуру В тонусе И защищаться От наших Каких-то Проблемных Проявлений Внешних Воздействий Вот Засим Кто-то хочет Что-то еще Какое-то слово Добавить Ну давай Просто я Скажу Как я обычно Люблю в конце Каких-то Долгих разговоров Сказать что-то На роде Когда вы забудете Все о чем Мы тут Сегодня говорили То есть Что бы хотелось Та пару слов Которые Что бы хотелось Чтобы осталось В головах Мне как представляется Из того что Мы сегодня Говорили Мне представляется Самым важным Это та идея Что не бывает Такой штуки Как вот здесь Поставили Металлическую дверь Вокруг деревянный заборчик Что это все Такая немножко Комплексная история И что уж Если вы хотите Минимизировать В чем очень серьезным Образом Минимизировать Риски Вот Каких-то Внешних Атак Ну то вы Займитесь этим Начиная с обучения Персонала Совершенно разного И заканчивая Security Operation Center Который будет Все ваши Собранные данные От самых разных Специализированных Продуктов Сводить в одну Удобную Консольку И постоянно Это мониторить И плюс еще Напишите К этому план А что мы все-таки Делаем Если нам не удалось Полностью оградиться Вот Я считаю Что вот это Наверное Такая Важная Достаточно Штука Из которой Стоит исходить Ну и Может Я не знаю Дима Ты как Резюме Видишь Сказанного сегодня Для меня Вот это Наверное Было Таким Главным У тебя как Ну Я полностью Согласен То есть Защита От всенаправленной Атаки Это Не вопрос Одного продукта Это целое Вопрос Построения Целой экосистемы Процессов Реагирования Да То есть Ну и с чего-то Надо начинать Да там Кубик за кубиком Вот Соответственно Как-то так Да Ну собственно говоря Все Дорогие наши слушатели Спасибо большое Что были с нами На очередном нашем подкасте И Всем до свидания Спасибо большое До свидания Всем пока До свидания Всем пока Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»